Добрый вечер. Рад вас всех видеть. Сегодня у меня будет вам небольшой сюрприз. Прекоменция. Без прибыли. Сотворение. Так. У нас сегодня такая загадочная тема. Условия успешного бизнеса. Меня просили об этом почитать. Хотя только об этом и говорю постоянно. Но так иначе. Будем такая больше обобщительная лекция. Будем все на эту тему обобщать. Условия такие. То есть всего пять условий. Мы начнем с этого беседы. Потом дальше еще некоторые темы отсутствуют. Первое условие это личные качества лидера. Второе. Хорошее образование. Третье. Хорошая команда. Четвертое. Средства и связи. Пятое. Благоприятный период жизни. Личные качества. Первое личное качество это духовная сила. Которая зависит от веры. Сила означает, что человек на что-то опирается. Веда объясняет, что человек душа. И в этом смысле у нас нет никакой силы. Душа означает частичка Бога. Она подчиненную природу имеет. То есть она, ее сила, способности подчиняться. Если говорить о нашей силе, то мы полностью во всем зависимы здесь. Мы не можем жить без воздуха, без воды, без еды, без структуры, без земли. То есть мы полностью зависимы во всем. Но у нас есть чувство определенное, психическое чувство, что мы свободны. Нам кажется, что мы свободны. Это чувство дает эгоизм человеку. Ощущение свободы, что он свободный человек. Но мы сами себя не рожаем, сами не умираем. Нам помогают в этом во всем. Всякие разные силы. Самая главная сила, действующая в этом мире, это сила времени. Которая в грубом теле забирает жизнь, уменьшает жизнь старое тело грубое. И в тонком теле время оно движет, психическое тело или тонкое психическое тело движет к трудностям. К трудностям. Поэтому главная обязанность в жизни человека, это аскиза. Аскиза означает себя напрягать, чтобы была возможность преодолевать трудности. И так появилась трудность, телефонный разговор. Как преодолевать с помощью любви? Пожалуйста, все выкрутите здесь, свои мобильные телефоны. Не разговаривайте в время лекции. Здесь помешают нам работать. Самый лучший способ совершать аскезу, это совершать аскезу на той структуре психической в нашем организме, которая дает силу всем остальным. И это объясняет, что у нас есть несколько структур психических. Самое главное — это разум. Разум контролирует ум. Ум — это я. То есть это мой характер, мои качества, мои способности, моя природа, моя способность действовать. Это все находится в уме. Его контролирует разум. Разумный означает способность себя контролировать. Разумный не означает получивший хорошее образование. Это умный. Образованный человек — это умный. Но в Ведах говорится, что образованный человек — это способный себя контролировать. Веда объясняет, что если человек не способен себя контролировать, то дальше развивается следующая схема. Так, если человек не способен себя контролировать, сначала возникает гнев. Человек привязывается к чему-то в жизни, он надеется на что-то, он не может быть уравновешенным. Эта привязанность превращается в желание. Желание неудовлетворенное прорастает в гнев. Гнев вводит человека в иллюзию. Иллюзия приводит к потере памяти. То есть, допустим, мы разгневались на какого-то человека, мы теряем память о всем хорошем. Поднимите руку, кто из вас знает человека, которому нет ничего хорошего вообще? Если вы знаете такого человека хотя бы одного, то значит, что вы на него разгневались. Вы потеряли память о его хороших чертах. Потеря памяти разрушает разум. Разум приводит к тому, что человек становится неуспешным. Потеря разума ведет к тому, что он не может уже дальше действовать как лидер. Потому что лидер означает, лидер равно разум. Лидер не равно ум или чувство, равно разум. Потому что лидер контролирует не только себя, контролирует также своих подчиненных. Что такое духовная сила? Это способность, имея какой-то объект силы, удерживать свой разум под контролем в результате контакта с этим объектом. Допустим, вода, она движется вперед и удерживает в одном русле. Как бы река удержит воду в одном русле. Это происходит за счет притяжения земли. То есть идет движение вперед воды. И все внутри этой воды течет также вперед. Все камни огромные. Так должен действовать лидер. Он увлекает своей силой, своей силой энтузиазма, верой всех остальных людей. Но он на что-то опирается. Вода опирается на гравитацию. Мы также должны быть притягиваться чем-то в жизни. Если у нас нет веры, если мы не контактируем со святостью, то тогда у человека нет силы увлечь за собой. У него может быть и есть какая-то небольшая сила, но она теряется в результате влияния судьбы. Чуть-чуть прижало и все, и до свидания. Раз сам человек обмят, то все вокруг его тоже теряют возможность быть счастливыми. Потому что они не верят, что с этим человеком они смогут в жизни чего-то хорошего добиться. Это семинар для лидеров. Лидеры – это те, кто ведут за собой кого-то. Есть три типа лидеров. Есть духовные лидеры, которые ведут за собой, объясняя, как правильно жить. Есть лидеры, которые создают структуру управления в обществе. Их называют правители или руководители в ведах или кшатри на санскрите. Есть лидеры, которые создают благосостояние в обществе. Они приносят деньги, возможность жить, возможности приносят. Их называют бизнесменами или вайшами на санскрите. Три типа лидеров. Все они действуют за счет силы, которая внутри них есть. Сила, силы разума. Разум должен опираться на веру. Нет веры, нет силы. Значит, вода не течет за счет гравитации. Она течет в разные стороны. Куда повело, туда и потекла. Нет направленности в жизни. У человека в жизни должна быть цель. Вера создает цель. Вера создает нравственную структуру человека. У него есть какая-то цель. Для чего я делаю возможности людям? То есть, какая цель? Виды говорят, если у тебя цель личная в бизнесе, значит, ты вообще никаких успехов не достигнешь. Цель должна быть бескорыстная. Потому что есть такой закон в этом мире. Если ты действуешь на благо всех, то этот мир дает тебе все необходимое для твоей жизни. Если же ты действуешь на свое благо, тогда этот мир сопротивляется тебе и создает тебе одни препятствия. Вот, допустим, я пришел сюда читать лекцию с целью стянуть с вас деньги. У меня сразу будет другой настрой во время лекции. Люди помогают. Духовная сила означает бескорыстие. Возвышенные люди бескорыстные по природе. Потому что они в основном думают о Боге только. И поэтому они не скверняются желанием выжить в этом мире. Бог дает им возможности жить. Что это за возможности? Он контролирует их голод, их желания. То есть, у них минимальные потребности возвышенных людей. Они ни в чем не нуждаются, поэтому они счастливы. Они живут спокойно. Они доставляют радость людям, поэтому люди дают им все необходимое для жизни. Жертвуют им все. Не надо считать, что духовно возвышенные люди, какие-то примитивные люди или обделенные, у них нет как бы связи, поэтому они бедные там стрессуют. У них самая высокая связь. Связь с Богом. Самое главное в этом. Подумайте об этом. Духовная сила приносит человеку удачу. Она дает понимание, как развиваться и развивать все остальные качества, характер. Само собой. Смотрите, закон очень простой. Если я развиваю сам себя, то я действую по законам своей судьбы. Судьба означает, если у меня есть что-то хорошее уже внутри заложено, то это хорошее мне принесет удачу. Но у меня обязательно есть что-то плохое. Это что-то плохое обязательно мне принесет трудности. Но человек может действовать не только по законам своей судьбы. Он так же может действовать и по законам той судьбы, той программы, которая заложена в нем как надежда. Человек рождается с миссией. Миссия это не то, что мы сами хотим. Это то, что хочет от нас Бог. У нас у каждого человека есть миссия в жизни, у каждого человека. Когда человек действует по этой миссии, то тогда судьба перестает влиять решающую роль на его жизнь. Решающую роль играют удачи. Есть нужные люди, а есть бесполезные. Кто такие бесполезные люди? Те, которые живут для себя. А нужные это те, которые приносят счастье все вокруг. Ведах это сравнивается с тучей, которая проливает дождь и на скалы, которым этот дождь вообще никак не нужен. Он стек с них и воду даже проливает, которая тоже этой дождь не нужен в воде, она и так водяная. А он также проливается и на почву, из которой растут злаки и так далее. То, что нужно для жизни. Богатый человек сравнивается с тучей. Ведах много таких интересных сравнений. Например, там есть такое сравнение, что если у богатого человека неверная жена сравнивается с молнией. Когда богатый человек контактирует с какими-то другими большими тучами, то она начинает испытывать от них наслаждение. И когда молния перескакивает с одной тучи на другую, наступает вспышка. И в это время богатый человек теряет силы, начинает длить дождь и куда попало. В результате он теряет силы. Ведах сравнивается, что неверная жена тратит силы богатого человека. Поэтому одно из важных условий для того, чтобы успешная жизнь была, нужно, чтобы жена не разрушала семью, чтобы она была верной. Это очень важное условие для успешного лидера. Но женщине, соответственно, нужен муж хороший, чтобы он не мешал правильно действовать в этом мире. Вот это и есть удача. То есть, когда человек верующий, он чувствует, у него есть чувство. Чувство вот здесь находится. Здесь находится сверхдуша или представительство Бога в сердце. Оно дает чувство, кто поможет в миссии, а кто помешает. Потому что красивых людей много. Но красота не означает, что поможет. Чувство даст, знания даст, что этот человек не мешает. Хоть он и хороший, красивый, приятный. А это поможет в миссии. Может быть, не такой сильно красивый. Потому что у женщин два типа красоты есть. Один тип красоты возбуждает карму. Он вызывает чувственную деятельность. Вызывает чувство. Такое жгучее чувство. А второй тип красоты у женщин. Этот тип красоты имеет природу вожделения или наслаждения. А второй тип красоты идет от хорошего качества женщин. Он имеет не такую нежгучую природу, а природу спокойствия, веры, гармонии, радости даже. И человек, который имеет миссию в жизни, он чувствует, какая ему должна быть жена. Ему Бог подсказывает. Называется удача. Как пример привел. Двигаемся вперед. Так как эгоизм или желание жить для себя разрушает все хорошие качества. Все плохие качества характера означают эгоизм. Жадность означает эгоизм. Лень означает эгоизм. Нерешительность означает эгоизм. Отсутствие энтузиазма означает эгоизм и так далее. Все это означает эгоизм. Поэтому духовная сила, когда человек настраивается на святого человека, в своей жизни. Духовная сила освобождает его от всех плохих качеств характера. Следующее качество характера, которое нужно для духовной силы и веры, это первое главное. Я о нем много говорил. Следующее называется целеустремленность. Это тоже тип веры, но это уже тип веры в свою миссию. Вот почему человек целеустремленный? Потому что он верит в свою миссию. Я в самолете сейчас из Индии летел и смотрел фильм «Поддубный». Человек верит в свою миссию. Его миссия – побеждать всех. Доказать, что русский человек в среде не знаю, почему именно побеждать. Но вот его миссия была побеждать всех в борьбе. И он верил очень сильно. И раз его обманом победили, там фильм показывается, он настолько сильно расстроился, что вошел в ступор. Его потом еле жена вывела из этой любовью, вывела из ступора. Любовь – самая мощная сила возрождающая человека. Целеустремленность означает вера в миссию. А миссия рождается из веры к Богу. Это Бог дает миссию человеку. Сам человек, некоторые подходит ко мне и говорят, «Али Геннадьевич, я не знаю, чем я заниматься. Ну, расскажите мне». Ну, я же не Бог. А Бог дает как награду. А почему Он дает как награду? Потому что вы трудитесь над собой. Трудитесь. То есть вы учитесь молитве, учитесь воздержанию, каким-то аскезам. И как награду вы получаете понимание, что полезного в этом мире вы можете сделать. Это называется миссия. Целеустремленность – это вера уже в свою миссию. Это тоже вера, как некоторые говорят, в себя. Это не в себя вера, в свою миссию. Дает способность преодолевать препятствия. Если человек целеустремленность, он не может остановиться. Он верит, что это его миссия, он будет идти до последнего вперед. Никогда не остановится. Целеустремленность не означает упрямство. Потому что, когда человеку прямо, им по башке дадут, он начинает думать, может я не туда пошел. Как этот детский анекдот. Угу, угу, угу. Филин летит. Бум. Ого. То есть, мы не филины. Надо лететь дальше. То есть, если ты знаешь, зачем ты летишь, то тогда у тебя не будет угла. Ты будешь дальше лететь. А почему ты знаешь? Потому что это знание идет не от тебя, оно ведет тебя по жизни. Это твоя миссия. Миссия дана Богом, а не самим собой. Дальше следующее качество лидера успешное дает успех. Понимание своей природы. Мы говорили, что есть четыре природы у человека. Есть человек, который вообще не должен никого с собой вести. Ну, просто не должен. У него нет на это полномочий. Его никто не слушается, никто не уважает. Никто не будет за ним идти. Ему надо... И он, к тому же, хочет постоянно заниматься чем-то, что ему нравится. Чем он другим может помочь, а что ему нравится самому. Ему хочется делать то, что ему нравится. Это не лидер. Лидер хочет делать то, что надо другим. То, что в жизни людям помогает. Это лидер. Ему хочется поменять этот мир, эту жизнь. Светить всегда, светить везде. До дней последних донцев. Светите никаких гвоздей. От глазу моет солнце. Солнце всегда светит, оно не спрашивает, хорошо или нет. Ему задницу подставляют некоторые, но все равно светит. Прямо в задницу. Это становится причиной развития заболеваний. Оскорнение, человек оскорняет. Хочешь по заднице? Нет проблем. Задницу солнцу не подставляем. Учимся быть культурными. Сейчас вообще люди появились странные. Они не только задницу, они все солнцу подставляют, открывают. Мы же чем-то отличаемся от животных. Правильно? Тем, что мы имеем стыд. Они как бы... Ну, чтобы не было слишком резко звучало, они одну букву просто поменяли и назвались нудистами. Ну, первую букву поменяли. Вот. Ну, чтобы не было слишком уж там, не звучало слишком красиво. Вот. Мы не должны так жить. Это не человеческая форма жизни. Это животные в человеческом теле так сидят. Понимание своей природы означает, я человек. Означает разумное существо. Разумное означает, есть какие-то нормы приличия. Они идут, опять же, от развития. Допустим, если человек оголяет тело, то у него увеличивается телесная концепция жизни. Есть пять концепций жизни. Первая – это духовная концепция. Духовная означает, что я забыл про себя вообще, то есть я живу только для других. Означает, человек чувствует себя как душу, начинает чувствовать вечность в себе, начинает знать свое предназначение, свою миссию. Он начинает чувствовать необыкновенное счастье, когда человек вообще только для других живет. Он забыл про себя. Это духовная платформа. Есть платформа знания, когда человек действует согласно знанию. Это называется деятельность позиции разума. В этом случае знание означает также действовать на благо других, потому что законы в этом мире такие. Если человек отдает себя, то этот мир отдает ему все необходимое для жизни. Мы, как обычно, мы хотим сами себя обеспечить всем необходимым. Законы такие. Ты отдаешь себя, те отдают назад. Даже просто элементарно в отношениях с подчиненными. Ты им отдаешь себя честно с помощью знания. Если ты им все деньги отдал, это не значит, что это знание. Они их возьмут, скажут спасибо и разойдутся. Ты им больше не нужен. Должен быть сильным. Сильным означает, что у тебя есть средства, у тебя есть связи, у тебя есть власть, законы и так далее. Но при этом ты живешь, это делаешь для других, чтобы все были счастливы вокруг. Ты хочешь дарить им любовь. Это лидер так действует. Это значит, что его разум направлен в правильное русло. Действует с позиции разума. Разумное существование. Две концепции, которые приведут человеку счастье в жизни. Духовная платформа, платформа разума. Следующая платформа, платформа ума. Означает, что мне нравится, то и делаю. Эта платформа уже не приносит счастья. Это так называемая платформа свободы. Мы свободные люди, что хотим, то и делаем. И пробиваем законы. Все дальше и дальше пробиваем законы делать то, что нравится. Вот, допустим, нам нравится сексом заниматься с детьми. Давайте сделаем такой закон, чтобы можно было. Нет проблем. Это платформа ума, это не платформа разума. Неразумное существование так действует. Есть законы Бога. Они дают... Человеку даже без бумаги можно... Без священного писания можно узнать законы Бога. Узнать через совесть. Вот здесь вот Бог живет в виде совести. Совесть подсказывает. С детьми не надо сексом заниматься. Это нехорошо. Раздетым не надо ходить. Почему? Потому что самая низкая платформа наступает. Телесная концепция жизни. Разум сильно привязывается к телу в этом случае. Не к Богу, не к цели, а к телу. У человека очень сильно обуревает желание разное. Когда человек раздевает, сразу половое желание вспыхивает огромной силой у него в сердце. Это уже неразумное состояние сознания. Итак, понимание своей природы. Я не тело. Я душа. Жизнь прекрасна, хороша. Я одетый. Почему? Потому что я душа. Как одетый? Нормально, чтобы не привлекать лишнего внимания. Не раздражать окружающий мир. Ну, есть еще больше. Дальше двигаемся вперед. То есть, платформа ума означает желание действовать как хочу. Есть еще чувственная платформа. Означает, вообще, как бы настроение меняется каждые пять минут. Ну, то есть, человек не может вообще себя контролировать. И есть телесная платформа. Телки и тёлки. Интересная платформа. Означает, качаемся, фигуру делаем. Больше ни о чем не думаем. Тело думает только о теле. А тело же стареет постоянно. Очень неэффективный вклад. Вот будете вкладывать в тот банк, у которого деньги тают каждую секунду? Нет. Это разумно. Тело стареет. Ты его качаешь, а оно каждый день стареет. Ну, поддерживать здоровье нормально. Ну, зачем? Ну, сделал там крутой. Десять лет прошло. Все, уже все обмякло. Потому что тело стареет. Не расстанусь с комсомолом. Буду вечно молодым. Ну, так можно, конечно. Ну, если ты как бы думаешь, что только телом надо заниматься. Конечно, его надо поддерживать. Здоровье надо иметь хорошее. Это факт. Но не думай, что это цель жизни. И так, природа, есть более глубокое еще понимание своей природы. Это уже углубление в природу разума. Вот когда человек понял, что он должен быть разумным, он лидер уже. А теперь, какой у меня разум? Чем я должен заниматься? У нас четыре типа есть. Первый тип – это те, которые верят, что знание спасет мир. Это люди, которые дают знание людям. И чтобы давать знание, надо самому сначала над собой заниматься серьезно. Этот первый тип очень сильно много уделяет самосовершенствованию внимания. Чтобы быть полезными людям, надо работать над собой, сильно работать над собой. Второй тип разума означает управление, законы, структура спасет мир. И все эти знания правильные. Конечно же, структура спасет мир. Конечно же, управление спасет мир. Есть два типа людей. Есть персоналисты. Персоналисты – это люди личностные. Они хотят любить людей. И они верят в личность Бога. Это персоналисты. И есть имперсоналисты. Имперсоналисты – это люди, которые верят в счастье в целом. В счастье. И, как ни справа, персоналисты больше верят в личность. И поэтому у персоналистов обычно управление какое? Личность. Управляет персоналистами. Не верит в людей, в личность, а также в Бога. А имперсоналисты больше верят в законы, в знания. Поэтому персоналистами управляют люди, монархи, а имперсоналистами управляет демократия, законы, высшие идеи. Поэтому есть группа людей, которые с помощью законов управляют всеми остальными. Они не верят в личности, они говорят, мне все равно что ты скажешь, есть закон. И здесь не надо считать, кто лучше, кто хуже. Не надо. Просто есть культура. И вот в этом наша ошибка. Понимаете, мы лучше давайте убьем тех, кто хуже. Просто есть природа. Понимаете, природа такова, что на Западе люди верят в законы, а на Востоке людей. На Восток приезжай, все, ну, есть законы, но все договариваются друг с другом, все решают отношения. Так или нет? Ну, приедь на Восток, там куда-нибудь, ну, скажи, по закону, так, он говорит, ну, да. А все все равно по-другому. Почему? Там верят в людей, там люди личностям доверяют, людей доверяют. На Запад приедь, там, как бы, люди не имеют значения большого, имеют значение законы. И так устроен мир. И не надо противопоставлять одно другому, потому что все люди хорошие, просто все разные. Разные. Вот и все. Вот и все. Из-за этого не надо убивать друг друга. Любовь означает понимать различия друг друга. В этом любовь. И мир, и гармония наступает в результате. Некоторые пытаются из Востока сделать Запад, другие из Запада Восток. А надо просто жить в мире. Принимать и тех, и других, все хорошие, но разные. И так понимание своей природы. Один тип людей, знание спасет мир. Второй тип людей, понимание структуры спасет мир. Вот я вам сейчас рассказал структуру, что есть монархия и демократия. И не надо пытаться перетягивать одно к другое. Просто есть разные типы личности, они по-разному мыслят. Вот и все. Если кто-то захочет сделать в России демократию, то Россия будет уничтожена. Россия нужна монархия. И еще один момент очень важный. Если человек не верит в свое правительство, он просто мешает всем жить. Потому что разрушение правительства означает страдание всех людей. Каким бы ни было правительство, за него надо молиться, его надо очищать, помогать ему, верить, помогать. Если правительство разрушается, вся жизнь людей разрушает, законы разрушаются. Смотрите, чуть-чуть власть ослабла, вся страна развалилась на мелкие кусочки. А теперь такие последствия ужасные из этого возникают. Кусочки стали враждовать между собой. Все, начались войны. Власть должна быть сильной. Она не должна быть слабой. И она должна быть такой, какой ей положено быть там, где мы живем, по природе людей. На востоке не может быть диппократия. И также на западе не может быть монархии. Люди не верят в людей. Они не верят в одного человека. Следующий тип людей – это люди, которые верят в богатство, в процветание. Не верят, что людей спасут средства. Нужно средства, нужно школы строить, нужно дороги делать. Нужно, чтобы было продуктов достаточно. Экономическое развитие спасет людей. Это правда. Это правда. Три типа людей. Ученые, управленцы и бизнесмены. Такова природа лидера. Три типа лидеров. Теперь вы скажете, ну а конкретно-то чем мне заниматься? Мне строить там или мне продукты продавать? Что мне делать-то? А то, по что вы верите. Почему человек пирожки продает? Он чувствует, что пирожки – это классная вещь вообще. Пирожки продавать. Всем нужны. И эта вера передается другим. Или пирожки как бы… Вот у меня один знакомый был, он такой, ну он верил в свой бизнес. И мы с ним общались, он говорит, слушай, говорит, вот ты, говорит, камни подбираешь. Ну они у тебя временные, вот люди носят твои камни год-два, потом перестают носить. А я, говорит, камни подбираю на вечно людям. То есть он памятники делал. Он верил в это страшно, потому что у него свое лечение было. Я не стал его переубеждать, зачем делать его несчастным, его бизнес. Его бизнес процветал. Он делал людям памятники. На вечно камни подбирал. Индивидуально тоже, он говорит, я индивидуально подбираю, какой заказываю, такое делаю. Теперь, а у меня ничего не получается, да? Никакой, никакая деятельность у меня не получается. А значит, что у вас разум грязный. Его надо очищать духовной жизнью. Когда у человека ничего в жизни не получается, он не знает, что ему делать. Это значит, что он не развитый просто. Не развитый. Женщине надо учиться любить других, заботиться обо всех. Она развивает через заботу. Мужчина развивается через аскезу. Поэтому в древней культуре ведической мальчиков сначала тренировали сильно. Им не давали, как бы, специальность. По специальности действовать не давали, потому что они знают, что у них за специальность. Их сначала тренировали, очищали их сознание, делали их осознанными. Что значит тренировка? Вот таракан, он лезет туда, 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 бац, дырку, нашел, все. Все, пошел жить по своим предназначениям. Но если он сидит и смотрит везде, какое предназначение? Не знает, куда лезть, где дырка, он не знает. Развитие означает, что человек пробует, он везде суется, он пытается найти него. И раз, где-то пошло, все, вот тебе пошло, значит, ты твое. Бог тебе дал там дорогу. Все, иди туда. Ну, хорошо, пошло, и остановилось. Хорошо, пробуй, не получается, значит, что-то тебе какая-то, какая-то часть твоей природы задействует, не вся. И так постепенно человек, вот, он туда, 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 и раз, и все, и побежал. И у него пошло, пошло, жизнь пошла плечом. Но если он ничего, он сидит, Олег Геннадьевич, какая моя природа? Ну, ну... Туракан должен бегать, а не медитировать. А природа бегать, иначе его задавит. Надо искать. Человек должен действовать, он должен быть активным. Когда человек понял свою природу, дальше он, когда действует по своей природе, он становится старшим. Если его природа лидера осознает эту природу, он становится старшим. Почему он становится старшим? Что значит старшим? Значит ответственным. Что значит ответственным? Это значит, что он понимает, что вот так. Ты туда не ходи, сюда ходи, снег в башка попадет, больно будет. Ответственный означает знающий. Он знает свое дело. Он общается с подчиненным и говорит, вот так не надо, вот так надо. Означает, что человек сначала себя осознал, теперь он уже осознает, что надо с другими делать так же. Природа других людей так же раскрывается перед ними. Он чувствует этого, он приходит к ним подчиненным и говорит, хочу пирожки печь. Тот смотрит на него и говорит, да не получится у тебя пирожки печь. Я хочу. Не получится, иди попеки у другого. А у меня можешь вот этим заняться. Он чувствует, что у человека получится, он чувствует его природу. Он старший, ответственный человек. Знает, как правильно действовать в этом мире. Потому что он очистил свое сознание. Что-то у меня бизнес не идет, Олег Геннадьевич. Не знаю, что делать. Займи с собой, очищай свое сознание. Причем тут бизнес? Если ты не понимаешь, что делать в этом мире, значит ты не очистился. У тебя не хватает разума пока. Развай свой разум, аскезы совершай. Какие аскезы бывают? Аскезы над телом. Хатха-йога, голодание, задержки дыхания. Можно физические упражнения делать. Закаляйся, как сталь. Искультура. Аскезы для тела. Есть аскезы для чувств. Аскезы для чувств означают ограничения. Девушка красивая, но чужая жена. Все, я с ней не вожусь. А ограничения. Если не можешь терпеть, иди дрова покалечи. Литана показал пример. Ножки зажать вот так вот, как он делает. Дрова поколу полегче, чем стал. И так практически будешь тыркаться, тыркаться, и поймешь, что самое лучшее, контролировать половое чувство, это молитва. Пока карма наступила. Видите, зажужжал микрофон. Сейчас будем исправлять карму. Все там у нас случилось. А, просто. Уже старый стал. Применять. Раз, два, три. Так, время действует на всех. Приходит время, меняется. Человек другой приходит. Вы его выключайте. То он мешает. Итак, ответственность означает, человек уполномачивается властью, и он начинает слушать, чувствует, что он поможет. Почему человека слушают? Потому что он уполномочен свыше властью. Но ответственный. Заметьте, что ответственный человек, когда говорит, все остальные раз, и замирают. Что бы ни делал великий человек, все остальные следуют за ним. Какие бы нормы своим примером он не устанавливал, весь мир будет им следовать. Это священное писание. Один к одному дослову. И отъято, чарактические штаты, атотеви, тароджио, и так далее. Что бы ни делал великий человек, все остальные следуют за ним. Если ты не великий человек, а за мной никто не следует. Ну развивайся как личность. Ты не великий человек, значит, еще тирана еще за собой вести. У тебя нет ответственности, потому что ты не развитый. Хорошо, я заставлю ее за собой вести. Не заставишь. Лошадь можно привезти к водоему, нагнуть, пить не заставишь. Энтузиазма не будет. Люди не будут работать. Работать означает энтузиазм. Энтузиазм означает вера. Я все смогу. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Это вера так действует? Почему человек так поет? Вера. У нас кто-то верит. Вера означает, есть какая чистота, сила, которая вдохновляет. Ответственность означает уполномоченность властью. А почему уполномачивается человек властью? Потому что он разумный, разумный. Он контролирует себя. Разумный означает контролирует себя. И может контролирует других. Он знает, как кого контролируют. Одного человека он контролирует просто силой. Потому что тот боится потерять работу. Он на страхе живет. Он заинтересован страхом. Неразумный человек. Он боится просто силой. Все контролируется. Контролируется означает, ему хорошо стало. Ему легче стало. Он сначала испугался. Ну раз, хорошо работает, все у него нормально. Он контролируется. Почему? Потому что нашли рычаг правильный. Другой контролируется мотивацией. Более разумный человек. Страх тоже мотивация, но негативная. Есть положительные, позитивные мотивации. Хоть положительная мотивация означает показать путь. Мы пойдем с тобой вдвоем. Перепета песен, сколько мы еще споем. Если пойдем вдвоем. Надо показать путь вдвоем. Куда мы вместе весело шагать по просторам. Куда мы пойдем? Покажи человеку, который разумный. Он мотивируется целью. И он пойдет вдвоем. Он будет с тобой идти вместе. И, конечно, припевать лучше кором. Вдвоем с тобой будет все классно. Это разумный человек. Вторая мотивация – это цель. Цель. И третья мотивация, самая лучшая. Это очень возвышенно. Люди мотивируются совестью. Но если мы человека неразумного совестью мотивируем, мы говорим, ты что же, Василий Петрович, а? Ну как тебе не стыдно? Ну не стыдно ему? Васька, слушай, да ест. Ну не стыдно, но нет у него совести. Совесть означает разум чистый. Не может быть совестливым человек неразумный. Мотивируется страхом. Кулаком по столу. Не бойтесь. Если два боятся, то тогда ничего не будет. Кто-то должен не бояться. Кулаком по столу, кто-то должен стыкнуть. Тогда все успокаиваются, выступает. Мир. Мир означает правильный рычаг. Это означает разум. Властью полномачивается разумный человек, видящий как людей, мотивирует. Итак, ответственность развивает следующее качество успешной лидерской личности. Способность правильно оценивать качество людей приносит удачу и хорошее развитие. Не перейти на работу тех, кого вы не оценили. Кота в мешке не перейти. Чувствуйте людей. Пытайтесь понять человека. Если не понимать сразу, понять невозможно сразу испытательный срок. Испытательный срок означает, вы сами не привязываетесь к нему. Не для него вот испытательный срок, а для себя делайте. Ну не привязываетесь к нему, привязать, ну все. Ну взяла, взяла, все. Зачем ты уже взяла? Ты уже не увидела, еще человек, зачем ты его взяла? Не приближай раньше времени к себе человека. Разрушишь и себя, и свой коллектив. Испытательный срок означает не привязываться. Нейтральные отношения – это вид любви неразумным людям. Хороший вид любви. Правильно. Если человек разумный – привязывайся. Пускай он будет твоим близким, он достойный. Неразумный – подальше. Испытательный срок. Пятый полгода, на лучший год. Отначает, что человеку сказано, что в любой момент может быть уволен. Прости. Можно даже законы записать. Из-за чего? Вот по этому пункту ничего не сделать. Почему человек ставит выше коллектива, а не одного человека? Почему он увольняет? Потому что, извини, если я тебя буду здесь держать, всем хуже станет. Я не могу тебя выбирать в ущерб всем остальным. Веды говорят, вот понимаете, это правило, факт. Лидеры должны это знать. Ради блага страны можно пожертвовать одним городом. Ради блага… или одной областью. Ради блага… будешь держаться – разрушится вся страна. Ради блага области можно пожертвовать одним городом. Ради блага города можно пожертвовать и так далее. Ради блага коллектива можно пожертвовать одним человеком. Пожертвовать не означает ему распять. А означает дать ему свободу, подарить ему весь мир. Ха-ха-ха. Хорошее определение – свободу. Пускай выберет еще что-нибудь для своей жизни. Пожелать ему удачи. Дальше – способность правильно общаться. Понимаете, старший – это старший. Извините меня, Василий Петрович, но так получилось, я тебя штрафовал. Ты старший и понимаешь, что ты уже папа для него. Почему ты так себя ведешь? Старший означает, что он не сознал. Это он старший. Старший знает, как извиняться. Он улыбкой извиняется перед младшим. Просто в доброжелательном отношении. Наказал – улыбкой извиняется. Перед равным человек извиняется словами. А перед старшим человек извиняется своими поступками. И также раскаянием. Способность правильно отчаться дает способность сделать мир. Если ты знаешь, как правильно себя вести, что ты старший, ты лидер в своем коллективе, ты старший. Ты даешь себе право на это. Часто люди думают, что он не имеет права быть старшим. Люди нуждаются в старших. Старшие нужны. Потому что без них невозможно жить. Старший – это тот, кто настраивает как антенку твой разум. Если ты приходишь в то место, где есть старший, у тебя разум раст и спокойно. Ты спокойно живешь тебе хорошо. Потому что там есть старший. Твой разум подчинен хорошей силе, правильной. И ты счастлив из-за этого. Старший значит разумный. Неразумный человек не может быть старшим. Одна вредная привычка у лидера есть – она уведет его разум в сторону. Даже одно неконтролируемое чувство, подобно сильному порыву ветру, который сбивает лодку с пути. Лодка плывет, сильный порыв в ветер. Курилась, и она улетела. Потеряла управление. Точно так же одна привычка разрушает всю жизнь лидера – одно неконтролируемое чувство в момент испытаний судьбы. Мотылек, он испытывает счастье от света, погибает от света. Рыбка и света испытывают счастье от вкуса, погибает от вкуса червячка. Олень испытывает счастье от слуха, любит звуки леса, погибает от рожка. Охотник, рожок, играет на рожке, а олень прибегает, он их убивает. Лидер не должен быть таким. Не должен привлечен быть какой-то вредной привычкой. Должен контролировать себя. Характер нордический, стойкий, порочных связей не имеет. Да, у человека нет никаких недостатков внутренних. Он осознает, что он старший. Он понимает, чувствует, что он может помогать. Это чувство старшего дает то же самое чувство младшим. Родители, естественно, чувствуют, что они старше по отношению к своим детям. И дети, естественно, подчиняются. Так, если руководитель в коллективе должен, естественно, чувствовать, что он старший. Но если у него разум не контролируется, он не будет это естественно чувствовать. Он не будет считать себя старшим и не будет никого, естественно, контролировать. Ему придется напрягаться, ругаться со всеми. Естественно, контролировать означает, что все подчиняются само собой. Не надо ругаться. Человеку сказал, он сразу раз тебе поверил. Начал делать. Значит, у тебя есть сила какая-то, разум. Ты его подчиняешь своему воле. Контролируешь человека. Дальше, еще глубже стоит проницательность и честность. Приносит победу над трудностями. Проницательный лидер видит, с кем заключать сделки, с кем нет. Он честно относится к себе, значит, он видит также ложь других и честность других. Как увидеть ложь других? Не надо ложь других видеть. Потому что, если будешь ложь видеть других, будешь видеть ложь. Значает, как муха, которая всегда летит там, где воняет. Надо быть, как пчела. Честный человек, он видит честность других. А если честности нет, значит, что? Значит, ложь. Надо видеть честность учиться. Когда ты видишь честность, то ты никогда себя не подведешь. А если ты пытаешься увидеть обман, то тогда этот негатив утиливается и наступают проблемы. Часто есть такие бабки, которые говорят, тебе я сказала, я говорю. То есть она дает веру в негатив с каким-то человеком. И все этот негатив развивается постепенно. А надо верить в хорошее в людях. Но ты вот хочешь верить в хорошее, но видишь, что человек обманщик. С ним не надо заключать сделку. Ты видишь, что он будет хорошим когда-нибудь. Чувствуешь, что он хороший человек. Но сейчас он просто скользкий и вонючий, потому что болеет. А так он мягкий и пушистый. Он болеет сейчас. Плохо он обманщик. Пусть болеет дальше, зачем с ним делку заключать? Пусть болеет дальше. Иначе все станут вонючими рядом с ним. Это разве не должно распространяться? Проницательность означает честность. Будь честен перед самим собой. Веди себя правильно по отношению к совести, ты увидишь совесть других. Это называется проницательность. Так же и в судьбе страны. Не надо страну считать плохой. И ты увидишь ее в судьбу и трудности, и хорошие. Если ты к народу относишься хорошо, ты увидишь в нем и трудности, и хорошие. Это называется вид в будущее. Как некоторые, знаете, будущий год. Это не предсказатели. Шакалы воют на Луну. Это не предсказатели. Вот если много шакалов воют, значит что-то не то происходит. По предсказателям по этим можно понять, что какие-то проблемы. Если много, это считается плохое явление. Мы об этом чуть позже будем говорить. Но шакалы не являются предсказателями. Они и так воют на Луну. 2000 год, дата круглая, значит все будет катастрофой. Предсказатели это те, у кого повышен оптимизм в сердце. Когда они верят в страну, верят в чистоту людей, тогда они так же и почувствуют трудности. У них сердце будет так же, чувствуют трудности. Но те, кто негативно настроены, они не могут ничего почувствовать хорошего. Они чувствуют только плохое. Чувствовать плохое в этом нет проблемы. У нас психика сама настроена на плохое, потому что время идет к смерти, все ведет. Это несложно почувствовать. А вот хорошая чистоту души, душевные качества почувствовать сложно. Именно в душе находится будущее, а не в теле. Не в плохом. Смутно говорю, да? Непонятно? Или понятно? Понятно. Когда человек верит в хороший предсказатель, святые люди предсказатели, они верят в чистоту других, они могут знать, что будут трудности, все будет хорошо. Предсказатель – это тот, кто знает, что все будет хорошо. В конечном счете. Предсказатель. Выдержка. Выдержка означает зрелый лидер. Как определить зрелого лидера? Все говорят на собрании, он молчит. Значай – зрелый лидер. Он не доверяет своим мыслям, он доверяет знаниям. Он хочет понять глубже, глубже, и тысячу раз глубже, чем он понимает, чтобы принять правильное решение. Это зрелый лидер означает. Выдержка нужна. Человек молчит. Как это в этом? Клуб снатоков, да? Как там? Мы посоветовались, и я решил. Так должен работать клуб снатоков. Мы посоветовались, и я решил. Игорь Урок. Это правильный ответ. Так должен уходить лидер действия. Он принимает решение. И некоторые думают, что выбирать лидера должен народ. Выбирать лидеров должны лидеры. Народ на эмоциях живет. Что такое народ? Это общество – это как один организм. У общества также есть голова, то есть разум. Есть ум. Это интеллектуальное сословие людей. Разум означает лидеры. Ум интеллектуальный, порядочный люди, ум. Чувство означает весь народ. Если народ выбирает лидера, что это значит? Это значит, чувство включают просто. Включили чувство туда. А-а-а! Чувство. А-а-а! Все, выбрали этого. Выбор лидеров должен так составить? Нет. Разумные люди должны выбирать. Голова должна выбирать. И должны быть уполномоченные люди, которые решают, кто будет править правителем. Разумные люди должны решать, а не чувствовать. В древней культуре так делалось. Разумные люди решали, кто будет править. Мудрецы советовались между собой, выбирали их правителя. Мудрецы означают святые люди. Самые разумные. Совет старейшин решал. Им все доверяли, они святые, им все доверяли. У них не было никакой желания власти. Святой человек означает, нет материальных желаний. Желание власти, собственничество, ничего. Святые люди, сейчас нет святых людей. Поэтому трудно так выбрать, кому управлять. Придумывают разные искусственные методы. Выдержка означает супер правильное развитие. Если у человека есть выдержка, у него будет всегда правильное развитие. Почему? Потому что он зрелый разум имеет. Способность терпеть. А, раньше я хочу сказать. Молчи. Ты же лидер. Слушай других. Думай. Совершай аскезу. Аскеза означает ждать. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и непрямым. Чтоб порой от жизни получать. Радости скупы телеграммы. Надо ждать учиться. Ждать рукой. Терпеть. Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич. А как у нас в стране? Можем ли мы на что-нибудь надеяться? Несмотря на что вы хотите надеяться. Надо просто ждать. Учиться ждать. Время все будет хорошо. Выдержка дает порядочность. Делать человека порядочным. Эмоции не распускают. Порядочность означает статус. Статус в обществе определяется чем? Порядочным. Как из себя сил человек ведет себя в обществе? Если он ведет себя правильно, порядочно в него возникает доверие естественно к нему. Человек хороший, давайте его выберем. Он какой-то такой хороший. Возникает доверие. Выше порядочности то, что стоит? Любовь. Да, человек любит других. Ну, может расслабиться. Не надо уже быть хорошим. Может быть и веселым просто. Шутить. Это уже высокий уровень развития. Смелость. Самый высокий уровень. Решимость и смелость. Ура, товарищи. Смело мы пойдем. Самый сильный лидер это тот, который имеет смелость, храбрость. Высшее проявление лидерских качеств. Настолько сильная вера в миссию, что человек огромную силу, решимость имеет вперед. Все ему верят, подчиняются. Так личные качества лидера мы разобрали. Хорошее образование. Три типа образования есть. У нас, как всегда, все наоборот. Самое главное образование – духовное образование. Потому что оно развивает качество характера. Духовное образование дает не просто понимание, как строить бизнес. Оно дает понимание, как строить бизнес, который приносит счастье. Потому что не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Счастье означает счастье. Оно в отношениях с рублями. Поставь перед собой 100 рублей и общайся с ними. Общаться можно только с людьми. Люди означают любовь. Если ты, как бы, променял людей на деньги, то нет счастья, понимаете? Если ты думаешь, что много денег – все, ты счастливый. Да, когда у тебя много денег, ты можешь наслаждать свои чувства. Ты можешь поехать куда надо, покупаться где надо, поесть что надо, сексом позаниматься с кем хочешь. Но это не означает счастье. Счастье означает не использование этого мира в своих целях, а взаимоотношения, основанные на бескорыстии и любви. Если ты хочешь всех купить деньгами, ты не сможешь иметь отношения любви с людьми. Потому что эти отношения, те, кто хотят тебя любить, они от тебя в сторону отойдут в этот момент. Потому что ты неправильное отношение строишь. Ты хочешь с ними общаться с позицией денег. Они говорят, я тебе друг. Поэтому иди, общайся с теми, кто будет тебя смотреть в одно место. А я хочу смотреть тебе в сердце. Настоящие друзья отойдут от человека, когда тот променяет людей на деньги. Настоящее счастье означает духовное образование. Если человек понимает, что деньги нужны, власть нужна. Некоторые говорят, ну все, я духовный, мне власть не нужна. Если тебе власть не нужна, придут тебя и прибьют. Те, которым ты власть отдал незаконно, которые незаконно ее взяли. Власть нужна, потому что власть держит порядок. Некоторые говорят, почему людей убивают? Вот почему людей убивают? Потому что есть время. Вот когда время течет нормально, спокойно, никого не убивают. Власть поддерживается без всякого напряжения. Но когда время течет очень тяжело, плохо, вот попытаются это понять, это такая тяжелая информация. Но сейчас время очень тяжелое. Не лезьте в политику. Не идите в оппозицию, в власть. Почему этого не надо делать? Потому что время такое тяжелое сейчас, что просто прибьет. Сейчас такое время, что, чтобы удержать власть, нужны решительные действия. Понимаете, время очень сильно разрушительное, сейчас силу имеет. Поэтому смотрите, сколько войн во всем мире. Это так действует время не только на Россию, на весь мир. Поэтому смотрите, что происходит. Сколько разрухи, войн вокруг. Это так действует время. Лучше сейчас не лезть в политику, не пытаться во всем разобраться. Лучше больше молиться. Потому что когда время тяжелое, его трудно понять. Войны даже возникают. Войны означают, будет много смертей. Но если правительство, ну все, мы святые, мы не защищаемся, все, мы святые, тогда, извините, вас поперебьют. Время, когда тяжелое, когда наступает противостояние. Попытайтесь это понять. Мы не должны никого не осуждать, ни тех, ни других. Так действует время, оно создает противостояние. Когда человек подчиняется воле времени, первое, что возникает, как разрушается бизнес. Ваша деятельность, как разрушится, предсказывает. Первое, что возникает в сердце, страх. Время тяжелое наступает. Время тяжелое означает аскеза. Человек должен больше молиться, больше духовной практикой заниматься, больше держать себя в руках, больше любить людей, больше о всех заботиться, больше верить. Страх рождает двойственность. Что такое двойственность? Означает, эти враги, эти друзья, все, понеслась, нашли врагов. Двойственность означает дальше. Что третье после двойственности наступает? Ненависть. Ненависть означает разрушенный разум. Башни нет, все. Человек ненавидит, у него башни нет. Он может убить кого хочет, что-то трудно делать. Поэтому, когда правительство защищает страну, это хорошо, это нормально. Я только не понимаю тех людей, которые идут на войну. Вот честно не понимаю. Может быть и есть в этом необходимость для кого-то и как-то. Но для этого тебе надо осознать, за что ты воюешь сначала. Воюй за свое собственное сердце. Эта жизнь предназначена для осознания Бога. В этом мире все быстро меняется. Одно правительство сменяет другое. Когда правительство все поменяли, за что воевали-то? Все уже поменялось. Вот люди воевали за Советский Союз. Хорошо. Он развалился потом, Советский Союз. За что воевали? Я не против того, чтобы воевали. Есть люди, которые должны сражаться за Родину. Это нормально. Я говорю сейчас просто про здравый смысл. Попытайтесь понять, надо ли это вам. Просто попытайтесь это понять. Война начинается вот здесь, когда мы кого-то осуждаем. Если ты хочешь защищать свою Родину, есть люди по природе, которые должны защищать Родину. Это Кшаприи. Их природа сражаться. Они должны воевать. Но если люди ненавидят кого-то, другую нацию, это не война, понимаете? Это разум, разрушенный разум. Когда нация начинает одна ненавидеть другую, это разрушенный разум. Зачем люди воюют? Для того, чтобы защищать Родину. Но при этом не обязательно ненавидеть. Мне понравилась одна ситуация, когда на Донбассе, в аэропорту сражались, они и два лидера, которые сражаются, они как бы встретились друг с другом, сказали, я против тебя вообще ничего не имею, твоих людей. Я нормально к ним отношу. Ранен, буду отпускать. Второй сказал то же самое. Они пожали друг другу, разошлись. Все их осудили. И те свои осудили, и те свои осудили. А это самый лучший и правильный способ жить. Это бедами говорится, как надо воевать. Когда человек храбрым становится, он не против кого-то ничего не имеет. Он защищает Родину просто. И все. Но если человек начинает ненавидеть другую нацию, наступает национализм. Вот тогда наступает разруха. Какие основания убивают чужую нацию? Она нас ненавидит. Это называется национализм. Это разруха. Почему фашисты это адская деятельность? Потому что национализм. Национализм означает разруха. Это третья степень деградации разума. Сначала страх, потом двойственность, потом ненависть. Ненависть не способ жить. Ненависть разрушает понимание своей судьбы. Человек, который ненавидит, он не может быть лидером. Его разум разрушен. Он не может принести пользу ни себе, ни своему коллективу, ни своей стране. Люди должны учиться только любить. Только любить. А если ваша природа сражается, иди сражайся с ней в природу. Если ты сражаешься за свою Родину, веды говорят, всегда ты попадешь вверх. Ты очистишь свое существо и не пойдешь вверх. Если ты погибнешь в бою за Родину, слава вечная будет тебе. Но если ты с ненавистью это делаешь, славы никакой не будет. Когда оставишь тело, выйтишь из тела. Ты не поймешь, что произошло. Ты поймешь, что зря прожил свою жизнь. Итак, решительность и смелость не означают ненависть. Решительность и смелость означают высшее проявление разума. Любовь плюс понимание своего долга. Две вещи. Очень важно знать. По хорошим чертам характера. Все понятно? Разобрались? Дальше. Следующая тема. Хорошее образование. Да, мы уже... Мы уже начали. Духовное образование. Означает бизнес благости. Означает, что... Бизнес приносит счастье. Люди на первом месте, деньги на втором. Это только духовное образование дает возможность. Духовное образование означает понимание, что душа выше, чем деньги, чем средства. Любовь выше, чем деньги. Душа, духовные вещи выше, чем деньги. Дальше. Нравственное образование. Если духовное образование дает видение, как строить бизнес, видение возникает у человека. Как людей подбирать, куда идти, чего продавать, чего не продавать, то нравственное образование создает хорошую команду. Ну, что такое нравственное образование? Изучай хорошие черты характера, что такое, научишься понимать людей, хорошая команда будет у тебя, хорошие люди будут окружать. Судьбу также начинает понимать человек, который честно, нравственно живет. И профессиональное образование дает возможность грамотно вести дела. Профессиональное образование очень важно, но дает возможность с этим миром грамотно обращаться, правильно сделки заключать, вести дела, бухгалтерию, аналогии, платить и все. Без этого невозможно, но я ничего здесь вам не могу сказать вообще. Я не специалист в этом бизнесе. Все остальное, что по развитию бизнеса, нам надо все двери открыть немедленно. Начинается нехватка кислорода. Не хватает вентиляции, не работать как надо. Откройте, пожалуйста. Это важно. Сквозняк это лучше, чем дубота. У вас не будет сквозняка в этом сборке. А им лучше. Поднимите руку, кому свежий воздух нравится. Лидера имеет огненную природу, горячую чаще всего, нужен свежий воздух. Огонь. Власть означает огонь. Есть три конституции вечности. Первая конституция – желание счастья. Они обычно много кушают, много спят. Вторая конституция – желание вечности. Люди хотят трудиться, как им нравится, чтобы чувствовать вечность. Третья конституция – люди хотят знания. Знания. Когда люди хотят знания, они хотят также власти. Да, счастье – вечное знание. Третья конституция. Все лидеры в основном они горячие. Ну так, не обязательно совсем уж все, но чаще всего. Профессиональное образование нужно, но я здесь не специалист. Вот все остальные семинары в основном по развитию говорят о профессиональных вещах. Что является третьим, менее важным. Но очень важным, но не самым. Есть много профессионалов, но они все равно не получают счастье от своих деятельностей, потому что неправильное настроение. Хорошая команда. Третье, что нужно в успешном бизнесе – хорошая команда. Третье – это не первое. Первое, мы говорили, хорошие черты характера. Второе – образование. Когда это вместе уже есть, черты характера образования есть, дальше что нужно? Хорошая команда создаваться должна. Как она создается, хорошая команда? Не торопитесь. Не торопитесь. Сначала люди, потом деньги. Запишите, пожалуйста, это самое главное, что вы сегодня хочу сказать. Такая простая формула. Сначала люди, потом деньги. Не надо пытаться быстрее бизнес развивать. Он сам будет развиваться потом быстрее. Это мой личный опыт. Когда врач хороший, люди сами идут лечиться. Не надо даже рекламу делать. Потому что когда у тебя все начинает получаться, у тебя больше возможностей. Так даже ви до того момента, когда у тебя все начнет получаться, и тогда у тебя будет больше возможностей. Тогда деньги опять не надо брать, потому что они сами будут возникать. Вот тогда у тебя, когда много возможностей, вот тогда можешь немножко кредиты брать, чтобы еще быстрее развиваться. А сначала просто отрабатывай все на маленьком количестве людей, на маленьком количестве деятельности, терпи, совершай аскезы, учись смирению, не позволяй себе много, создай себе команду. Когда денег не так много, кто тебе приходит? Мало людей, но самые лучшие. Они мотивируются не деньгами, твои цели. Создай сначала цель в своем сердце. Если нет цели, ты не видишь. Зачем ты живешь? Какая цель в твоей жизни? Для чего ты делаешь бизнес? Для того, чтобы было бабло. Ну, как бы пойми, что это не цель. Дальше. Домик в Италии. Нет, это не цель. Подводная лодка, что ли? Две подводные лодки. Нет. С ракетоносителями? Тоже не цель. Не цель в бизнесе. С хорошими людьми бизнес сделать? Тоже не цель. Цель означает счастье в сердце. Жизнь не зря. Все нужно. Может, кому-то подводные лодки для бизнеса нужны. Я не знаю. Средства нужны. Это факт. Но они стоят на втором месте. И общество разумных людей тоже нужно. Это факт. На втором месте. На первом месте. Любовь. Если ты хочешь пользу принести в своей жизни, тогда ты видел. А если нет, значит, ты просто зря все это делаешь. Бог тебе зря дал способности. Что толку от этого домика, который ты на свои средства заработаешь? Ну, что? Он тебе счастье много даст. Ну, будешь ты в нем пастись там. Может, в футбол даже играть. Слышал, как-то один целое футбольное поле построил. На участке. Ну, что толку-то? Ну, разве это счастье? Счастье это люди. Вера. Коллектив. Как-то опасительно. Вы идете к одной цели. Крамик построен. Люди поклоняются Богу там. Страна стала лучше. Начали людям по образованию людей вкладывать с прибыли. Водку люди перестали пить из-за того, что вы что-то сделали для них хорошее в этом плане. Цель это то, что приносит счастье. Ну, вы скажете, ну, откуда деньги-то отбрать? Сейчас объяснил. Это надо немножко напрячь мозги и сейчас дать из понятия, как-то деньги. Сначала в разум приходит простая формула. Деньги-товар, 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 деньги. Хорошо, напрягаем мозги больше. Чтобы деньги-товар, деньги. Кто-то должен работать. Кто-то должен работать. Кто-то должен работать. А кто будет работать? А работать будут те, кто вас любит. А все стороны не будут работать. Чтобы вас любили, у вас должна быть цель в жизни. Должна быть любимым человеком. Человеком не для себя. Человеком для идеи. Почему Суворов любили? Он жил для идеи. Почему Ленина любили? Он жил для идеи. Нужен лидер. Лидер означает человек, который живет для идеи. и так почему не деньги товар деньги товар деньги почему не эта формула потому что лидер который живет людей притягивает людей люди притягивают средства и опыт жизненный и способность создать четкий правильный бизнес люди все дела у вас не будет людей ничего не будет люди возникают от того что вы хороший человек хорош человек потому что есть цель цель означает миссия миссия означает что бог вам доволен и уполномочил вас полномоченный человек получает людей когда люди появляются создается хорошая команда хорошая команда притягивает деньги деньги дают развитие и все это вместе так цель правильно приносит счастье обществу начало действовать неправильно пусть у него есть много силы он природной из прошлой жизни имеет хорошее благочестие много силы есть много сил он взял деньги набрал людей держит их силой срубил деньги сделал прибыль так концерт выбрал неправильно деньги куда пошли на дом ну ладно пусть большой дом дворец пусть еще больше там дом с подводной лодкой ну что толку то в этом ведь настоящий лидер в этом счастье не испытывает это козлы только любят место где пастись козлу надо место где пастись но лидер это не козел понимаете это хороший человек он создает благо для всех понимаете или хомяки барсук дом себе постоянно строит барсуки дом себе строят хомяки живут постоянно хомяки козел означает все территория моя попробуй подойти западаю свинья означает вообще все по барабану чтобы как хочу но выруски вот мы должны не козлами не баранами не свиньями мы должны быть людьми человек означает живет для страны для родины как минимум а лучше вообще для всего мира жить всему миру счастье если сможешь хотя бы для родины если не можешь хотя бы для тех кто на тебя работает хотя бы сделай счастливый хорошая команда первое сначала люди потом деньги первая молитва лидера сначала люди потом деньги сначала типа утрам потом немножко время пройдет потом опять появится деньги 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 помолитесь с утра чтобы правильное сознание было и ждите когда люди вас поверят да у вас команда создается потом средства сами приходят нужно ли брать кредиты это вопрос вашего бизнеса то есть ясно что из бизнес который без кредитов не бывает взял кредит сделал бизнес такие бывают час такой такая жизнь но если у вас нет команды страшно брать кредит все будет разрушена или команда плохая теперь следующее надо немножко шевелить мозгами из разная природа людей если вы хороший администратор вы можете сдерживать все вокруг себя среду цементировать нужен идеолог хороший который будет раз цементировать хорошему идеи администратору нужен идеолог противоположное мышление елок толкает вперед его надо сдерживать администратор все сдерживает идеолог его раскачивает так единство борьба противоположности обязательно нужно чтобы были противоположности всегда нужна инфраструктура хороший юрист хороший бухгалтер люди специалисты в отношении с государством в работе с законами кто-то несколько человек должны быть верны вашей команде они будут вам мониторинг делать ситуации верные люди всегда он правильное настроение всех остальных скажут нужны верные люди уголки радиолог чапай петь какой-то чапай фурманов чапай фурманов фурманов чапай кто администратор кто-то действует фурманов кто идеолог у нас в советском государстве было были два типа управления было идеологическое управление и лидерское производственно не забывайте об этом это то что надо так должно быть так хорошая команда все начинается с терпение сначала люди потом деньги люди возникают от миссии миссия появилась люди появились средства и связи следующее это то что приходит от благочестия если ты не контролирует свои чувства если ты не уважаемый человек связи не будет нормально есть разные слои общества есть невежественные люди означает какие связи грязные не перебрадываться поздно посмотри на звезды посмотри на это небо видишь это все в последний раз не надо с такими людьми иметь место бизнес невежестве дает невежественные связи сигаретами торгуйте водкой торгуйте мясом торгуйте значит тут невежественные связи но невежественный бизнес дает сильное развитие быстро сильное развитие невежественные бизнеса быстро сильное развитие благостный бизнес развивается очень медленно хороший продукт на питание очень трудно продавать маленькая прибыль Водку, сразу жук, прибыль большая Копите благочестие, копите силу делать благостный бизнес Делайте так, чтобы у вас бизнес приносил счастье людям Если уже водка в магазине стоит и без нее прибыли нет, оставьте водку в магазине Развивайтесь как личность Делайте так, чтобы у вас без водки была прибыль Постепенно это делается, сразу Так, связи дают средства, что сначала, средства или связи? Сначала связи, отношения, отношения дают средства Если какие-то деньги нет, связи опасно, все деньги отнимут Те, у кого есть связь Делайте правильный выбор Нет связи, нет денег Сначала связи, отношения Отношения с кем? С теми, кто управляет, с властью Как отношения с властью строят? Два типа Первый тип Это Стать дойной коровой Вас дует власть, и вы нужны, потому что она вас дует Это хорошо Но есть второй тип Это Приносить пользу Делать какой-то проект, нужный для власти Видите, как интересно Если ты делаешь нужный проект То сразу же другие отношения власти по отношению к тебе Если ты действительно, это польза, нужно стране, это нужно государству, то, что ты хочешь делать Так сразу же тебе дают возможности Но как доказать, что я могу это сделать, то, что нужно? А для этого надо иметь благочестие Благочестивый человек сразу докажет Если человек благочестивый выходит, отвечает, экзамен сдавать Верят преподаватели, что он так рассказывает, верят, что он знает Надо ставить пять С первых слов уже знает Уже видно человека сразу, знает или нет Даже чуть-чуть, если он там что-то оговорился, они управляют Облачает благочестие Сила есть у человека Развивайте это благочестие силы Придет время, вас поверят Если в кого-то еще не верят Развивайте благочестие Благочестие развивается добрыми делами Хорошими делами Безкорыстными, правильными Развитием себя как личности, духовной практикой Начало связи Нет связи, значит не надо лезть слишком сильно в бизнес Чем больше денег берете, тем больше опасностей Что вас их вырвут Нужна крепкая структура вокруг отношения Чтобы деньги удержать Внутри нужны связи Связи два варианта Или вы очень хорошая двойная корова Много молока, у вас как бы хорошая прибыль Хорошо, вас никто не будет трогать Давай молоко и работай дальше Это тоже хорошо Но есть второй вариант Делать то, что нужно Не вам нужно А стране нужно Вот сейчас на стране нужны продукты питания Все, со всеми разорвали отношения Жрать, сколько будет нечего Давайте занимайтесь продуктами питания Супер И докажите, что вы можете этим заниматься И вам сразу дадут полномочия Производство свое нужно Каких-то вещей, которые нам не хватает Разобраться в этом во всем Лучше так с правительством строить отношения Потому что тот, кого доят Могут и по вымени дать А когда молоко не льется Вот А когда Вы что-то важное делать Наоборот, по вымени давать не будут Потому что А вдруг загнется Совсем А дело то важное делать Постепенное развитие Залог быстрого подъема Как ни странно Если человек потихоньку Он сначала Себя над собой Потом команда Потом Развитие идет уже Это постепенное развитие Но оно быстрое Благоприятный период жизни Пятый вид Успешного бизнеса Пятый самый опасный Потому что Все на него можно свалить А у меня неблагоприятное Там живут несчастные Люди-дикари Крокодил не ловится Не растет кокос Плачет Богомолится Не железнет Просто опишу Что это такое Благоприятный период жизни Он дает удачу Что такое удача? Некоторые люди думают Удача это прям Деньги сыпятся Прямо с неба Нет Удача означает Что Вас не мучают Просто Что такое удача? Значит никто не мучает Все нормально Удача означает Все спокойно Бизнес протекает Все препятствия Преодолеваются Спокойно Трудно Все равно жить Всегда трудно Лидеру Всегда трудно жить Что значит Благоприятный период жизни? Трудно Но нормально А вот если Деньги свалились С неба Это неблагоприятный Период жизни Это испытание Должность Слишком высокую Дали Это тоже испытание Это подвох Это опасно Можно так Слететь потом Мама дорогая Если вам дают Большую штангу Очень большую И рядом стоят Те кто могут Ее поднимать И вы думаете Я тоже Как бы Такой же Как они Мне дали Возможность До того момента Как вам придется Поднимать штангу Да Вот так и будет Все Когда штангу Придется поднимать Вот тогда Вылезет Геморрой Там как Брать Говорит Поэтому Не надо Брать на себя Больше Хоть и круто Но Куда потом Этот геморрой Назад будете Засовывать А он не засовывается Уже все Репутация Нарушена Опять Начальника Не возьму Уже Мышц Много Уже накачал Но геморрой Вылез Плохая Репутация Хороший Период Означает Все развивается По воле Бога Сколько у тебя Людей Столько денег Дают Все классно Потихоньку Развивается Не желаем Больше Чем положено Развиваемся Потихоньку В состоянии Спокойствия Верим Что все Будет Хорошо Приходит Время Приходят Люди Люди Приходят Приходят Средства Плохой Период Жизни Означает Вот Сейчас Время Пришло Мне Вам Эти вещи Рассказывать Можешь Читать Меня Дураком Можешь Читать Меня Эмоциональным Человеком Я вам Сейчас Буду Говорить Вещи Которые Нужны Разумные Люди Будут Слушать Неразумные Будут Улыбаться Сейчас Проверим Кто Иск Кто Тема Называется Интуиция Бизнес У меня Есть Метод Один Это Метод Медический Древний Метод Если Человек Находится В состоянии Спокойствия Его Сердце Чисто Он Верит В Свою Цель У Него Нет Никаких Страхов Ни По Отношению К Чему И В Этом Встании Он Вот Так Две Ручки Вперед Вытягивает Вот Так Две Ручки Так Садится Расслабляется Если У мужчины Идет Неприятное Чувство Холод Напряжение Страх По Левой Руке Имеет Пальцы Имеет Рука Он Сравнивает Все Время Право Лево Право Лево Спокойном Состоянии Бесквадратный Класс Он Молится Богу В этом Чтобы Быть Спокойным Нужно Думать О Святом Человеке О Боге Молиться Держать Все В состоянии Спокойства Вера Что Все Будет Хорошо Несмотря На Эту Веру Все Равно Психическая Энергия Перетекает На Левую Сторону Больше И Слева Какое-то Напряжение Все Равно Там Что-то Не Ток Будто Что-то Мне Не Нравится Что С Левой Сторон Происходит У Мужчины Означает Что Трудности Заставит Совершать Чрезмерные Усилия Это не означает Что Тюрьму Обязательно Посадят Но Когда Левая Сторона Сковывается Напряженно Надо Тренироваться Для этого Не сразу Получить Тренируйтесь Почувствуйте Потом Посмотрите На жизни И сравните И поймете Нужна Немножко Опыт Как у вас Это будет Чувствоваться Вы сами Поймете Иногда Ломотай Иногда Страх Иногда Немение Иногда Холод Иногда Неприятное Чувство Просто Что-то Не то По левой Стороне Идет У мужчины У мужчины Означает Больше Духовной Практики Меньше Деятельности Больше Уделять Время Молитве Потому что С помощью Деятельности Вы не Победите Ситуацию Просто Работая Просто Трудя Ситуацию Не Победите Нужна Молитва Нужны Связи Нужны Отношения Нужно Вкладывать То Чтобы Защищаться Защищать Свою Жизнь Это Ощущается Как Сильное Препятствие В Судьбе Как будто Что-то Мешает Как будто Какой-то Камень Стоит В жизни Который Не Дает Возможности Действовать У кого Такое Но Не Критично Не Безнадега Чуть Чуть Духовной Жизни Чуть Чуть Хотя Вы уже Справились Почти Вас Уже Почти Преодолит У вас Только Начинается Все Веселая Жизнь Только Начинается Нет Не у вас Рядом Не Пренебрегайте Вы Можете Молитвой Все Победить А вам Бог Послал Просто Обычные Испытания У вас Все Хорошо У вас Нет Никакого Плохого Периода Вы Сделали Какой-то Поступок Неправильный У вас По судьбе Это Не Положено Вы Сделали Ошибку И Сейчас За Ню Расплачиваются Вот Тот Кто Поднял Руку Опустил Вот Вы Не Вы Дальше Зади Да Теперь Вы Вы Как У вас Плохой Период Начинается Тяжелый Он Недолго Полгода Все Будет Длится А Вы Просто Экзамены Сдаёте Созреваете Как Личность Да Вы Да Вы Да У вас Вы Пошли Не Той Дорогой У вас Какая-то Ну Деятельность Связана С Какими-то Недельными Людьми Вам Надо Поменять Концепцию Деятельности Все Будет Хорошо Тяжелый Период Но У вас Не как У мужчин У вас По праву Идет Струна У женщин А Дальше Впереди У жизни Только Даль Полная Лицких Надеюсь Дорога Все Дальше Сами Вы Лидеры Теперь Сами Учитесь А про Женщин Я сейчас Все Расскажу Про Всех Сначала Я Мужчин Еще Не Закончил Вот Смотрите Две руки Кладем Думаем О Святом Человеке Молимся Потому Что Если Мы Не Молимся Сразу Что Происходит Мне По Левой Руке Что Идет Так Не Надо Настраивиться Думаем Что Все Хорошо Настраиваем У меня Все Хорошо У меня Все Хорошо У меня Все Хорошо У меня Все Хорошо И я Чувствую Что Я буду Победителем Все У меня Хорошо Я думаю О Боге У меня Сердце Светло И Все 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 Равно Что Что Не То Я Стараюсь Все Все Хорошо Все Все Хорошо И Все Равно По Левой Руке Что Не То Я Больше Стараюсь И чувствую Что Мне Надо Несколько Часов Молитвы Чтобы Это Все Убрать А Потом Опять Появляется Это означает Плохой Период Только В Молитве Только В Трудье Душевном Его Называется Мнительность Это Для Неразумных Людей Теперь Как По Правой Руке Идет Вот Тоже Молюсь Все Хорошо Но Молюсь Как Б И Вроде Б И Молитва Сильно Не Нужна Чувство С правой Стороны Текло Спокойствие Означает Все Идет Своим Чередом По Правой Руке Может Пойти Кто Поднимал Руку Может Пойти Напряжение Такое Сильное Кому Я Сказал Что У вас Просто Рабочая Такая Ситуация Вот Да Точно У вас По Правой Руке У вас Напряжение По Правой Руке Означает Просто Больше Надо Трудиться Не Нужно Углубляться В Молиту Просто Больше Труда И Все Будет Хорошо Вы Молились Нет Неправильный Сможете Понять Не молитесь Трезвости Не будет Страх Всегда Заставит Сомневаться Не для Менительных Людей Методика Для Зрелых Молитвы Можно Понять Тренируйтесь Помолились Полчаса И Потом Раз Так Посмотрели Беспривязанность Если Период Плохой Это Будет Чувствоваться На Сто Процентов Очень Сильно А Если Не Сильно Плохой То Может Быть Так Может Быть Так Как Человек Допустим Думает Брать Замуж Не Брать 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 Не Брать Значит Не Бери А А когда Придется Брать Так Те Думать Уже Не Сможешь Такая Система Если По Правой Руке Идет Холод Напряжение Значит Много Работы Ничего Страшного Если Тепло Значит Все Хорошо Если По Левой Руке Идет Тепло У Мужчины Значит Тоже Все Хорошо Но Это Не Значит Что Будет Много Работы И Развития А Будет Любовь Семья Дети Первым Делом Первым Делом Самолеты Женщина Женщина Потом Лидер Значает Первым Делом Самолет У Лидеров Всегда На Первом Месте Долг Но Если По Левой Руке Идет Тепло Значит Будет Больше Личной Жизни Это Хорошо У Женщин По Правой Руке Холод Напряжение Ломота Страх Во Время Молитвы Когда Вы Победили Себя Во Время Молитвы Означает Трудности В Жизни Больше Заниматься Духовной Практикой Больше Уделять Время Молитвы Иначе Будут Непреодолимые Трудности Иначе Будет Ситуация Которая Будет Разрушать Вас Девушка Вы Хотите Поближе Сесть Давайте Вот Здесь Можете Сесть Со Стульчиком Сюда Вот Здесь Место Есть Правда Нет Со Стульчика Там Немного Значит Если тепло У женщины По правой руке Идет Значит Все Хорошо У нее будет Много Работы Будет Развитие Ну Нормально Все Хорошо А если По левой руке Тепло У женщины Это значит Вообще Классно Это значит У нее будет Семья Дети Любовь Для женщины На первом месте Семья Деятельность На втором Тогда Она сильно Семья Чувствует Не значит Что у нее Деятельность Хуже Может быть И может Быть Даже Лучше Но на первом месте Семья Когда в семье Все хорошо У женщины Сильная Она становится У нее Бизнес Хорошо Идет Женщина Набирает Силу От любви А мужчина От выполнения Своего долга Сначала Должно Быть В семье Все Хорошо У женщины По левой Стороне Потом Уже В деятельности Интуиция Вырабатывается С помощью Практики Тренировки Интуиция Обязательно Нужна Я без нее Никогда Не обхожусь Все вопросы Я решаю Обязательно Двумя Способами С помощью Изучения Один способ А изучение Тоже На одной интуиции Нельзя жить Нужно изучать Изучение Означает Общение Отношения Нужно все обсуждать Это один способ Решать вопросы Обсуждать С разумными людьми Один способ А второй Обсуждать Самим собой И вот я вам дал метод Как обсуждать Своим собой Все внимание На молитву И часть Внимания Чуть-чуть На симптомы Если все Внимание На симптомы То тогда За что Боролся На то и напоролся А для чего Боишься То и будет Некоторые Сильно верят Что у них Все будет хорошо Не замечают Проблемы Некоторые Наоборот Думают Что все будет плохо Не замечают Хорошего Надо думать О Боге Симптомы На втором месте Стоят И в обсуждении Тоже Мои мысли На втором месте Мысли Остальных Разумных Людей На первом Надо услышать Других Причина Причина Неудач В бизнесе Все Правильное качество Людей Значит Тогда Будет Бардак Способность Правильно Общаться Нет Значит Тогда Будут Конфликты Нет Проницательности Значит Будешь Принимать Неправильные Решения Терять Деньги Средства Связи Нет Выдержки Значит Когда У тебя Не будет Стабильного Развития Нет Порядочности Тогда Будет Бизнес Не с теми Людьми Развиваться Если Ты не Любишь Подчиненных Тогда Значит Коллектив Не будет Крепким Не будет Способности Руководить Нет Решительности И смелости Значит Тогда Не будет Победа Над Трудностями Нет Хорошего Образования Духовного Образования Нет Значит Тогда Бизнес Будет Приносить Страдания Со временем Чем Больше Водку Продаем Тем Хуже Жизнь Если Нет Нравственного Образования Значит Тогда Не будет Команды Хорошей Судьбы Профессионального Образования Не будет Значит Тогда Вообще Никого Бизнеса Не будет Даже Налоги Толком Не сможешь Заплатить Нужна Хорошая Команда Нет Хорошей Команды Нет Удачи Бизнес Администратор Нет Идеолога Значит Не будет Развития Если Ты Идеолог Нет Администратора Все Деньги Разлетятся Если Нет Хорошего Юриста Бухгалтера Хороших Людей Которые Занимаются Государственные Вопросы Решают Тогда Будет Вардак Если Нет Верных Людей Значит Тогда Не будешь Понимать Что происходит С коллективом Хорошая Команда Средства И Связи Нет Связи Значит Нет Стабильности Любая Ситуация Тяжелая Может Тебя Разрушить Связи Могут Даже От Тульмы Защитить Это Мощная Вещь Они Стать Выше Всего Связи Означают У тебя Сильное Благочестие Сильная Способность Верить В Людей Верить В Старших Верить В Равных Верить В Младших Если Ты Веришь Правительство Правительство Тебя Не Разрушит Если Ты Веришь В Коллег Коллег Тебя Не Разрушат Если Ты Веришь В Младших Младших Тебя Не Разрушат Попытайтесь Это Понять Если Вы Вкладываете Свою Веру Правительство Правительство Не Будет Вас Душить Сто Процент Оно Почувствует Вашу Веру Почувствует Сто Процент Даже Если Тяжелая Судьба В Этим Пытайтесь Пытайтесь Мы Бунтари По Природе И Эти Плохие И Те Плохие И Те Плохие И Все Постоянно Плохо А Затем Мы Наш Мы Новый Мир Построим Кто Был Ничем Кто Станет Тем Все Это Есть Наш Последний Решитель Бой Так Действует Природа Природу Надо Контролировать Ну Вот И Все Вот Это То Что Нет Интуиции Тоже Будут Проблемы Неудачи Возникают От Недоразвитости Вот Нет Этих Пунктов Нет Неудачи Возникает Так Не Может Никаких Неудач Если Бог Вам Дал Эту Природу Значит Будет Удача Экзамен Сдали Зачем Бог Вас Сделал Такими А Для Того Чтобы Была Удача Сдал Экзамены Будет Развитие Не Сдал Будешь Мучиться Все Жизнь Предназначена Для того Чтобы сдать Экзамены И получить Счастье Свою Все Кто сдал Экзамен Получают Счастье Обязательно На 100% Не Сдал Экзамен Трудись Стание Развития В бизнесе Не Те Стадии Говорю Которые Вам расскажут На других Семинарах Первая Стадия Формирование Личности И концепции Бизнеса Вообще Эта Стадия Должна Проходить В юношеском Возрасте Руководством Старших Сейчас У нас Юношеский Возраст До 30 Лет Личности Личностного Воспитания Нет Люди Недоразвитые Поэтому Женятся Люди В 30 Лет Раньше Недоразвитые Не могут Семью Содержать Ответственности Не хватает Формирование Личности Потом Концепция Бизнеса Формируется Это одна И та же Стадия Что делать Когда Понял Что ты Понимаешь Что делать Дальше Формирование Команды И наработка Опыта В это Время Инвестиции Большие Не нужны Это На маленьком На маленькой Деятельности Совершается Дальше Следующее Идет развитие Когда Команда Сформировалась Опытная Работка Есть Значит Дальше Развитие Надо Брать Средства И искать Средства Для развития А вот дальше Интересная вещь Начинается Когда Развитие Уже Дальше Испытание Начинается Как ни странно Там Все коллективы Разваливаются Лидеры Разлетаются Друг с другом Когда Идет Развитие Пошло Деньги Пошли Мозги Слетают У всех У лидеров Слетают Мозги Испытания Три типа Испытания Испытания Огнем Огонь Изначает Сильное Желание Трудности Дает А вот Деньги Есть Давай туда Нет Давай туда Все Огонь Испытания Огнем Средства Пошли Все Начинают Это Как это Там Лебедь Рак И щука В разные Стороны Там Воз Воз Означает Что-то Есть Что-то Есть Начали Тянуть Это Огонь Если Команда Неправильно Создана Два Учредителя Означает Что Два Направления Разлетелись Деньги Пошли Разлетелись Огонь Испытание Огонь Огонь Означает Чувство Желания Выдержали Еще Больше Деньги Стало Деньги Повалятся Вообще Как Из рога Изобилия Производство Начнет Работать Разбогатеть Вальяжными Такими Ставим Это Вода Уже Огонь Вода Второе Собирение Деньги Вода Женская Энергия Означает Наслаждение Захочется Наслаждаться Жизнью Обалдеет Больше Пускай Работает Железная Пила У меня Мама Родила Человек Не хочет Работать У нее Помощники Работают Обалдеет Наслаждаться И Третье Какое И Медные Трубы Слава Власть Самое Сильное Испытание Крыша Рвет У всех Практически Это Говорят Есть Только Один Способ Победить Это Испытание Только Один Способ Кто Знает Какой Не Помогаем Не Отгадайте Ладно Иметь Наставника Нет Наставника Славу Победить Невозможно Невозможно Какая Сила Она Сорвет Крышу Любого Без Наставника Невозможно Только Наставник Может Крышу На место Поставить Больше Нет Шансов Нет Ни Кого Шансов Не Видел Ни Одного Человека Который Сам Себе Крышу Поставил Во Время Слава На Место Невозможно Гордость Очень Сильно Развивается В человеке И дальше Следующая Стадия Последняя После Испытания Последняя Стадия Полномочия Полномочия Идут Только От Бога Человек Становится Уполномоченной Личностью Означает Войдет В Историю Обязательно Сделает Изменения В стране Обязательно И Обязательно Будет Полезным И Жизнь Его Будет Хорошей И Смерть Будет Хорошей И Дальше Слава Останется С ним Еще И Веках Вот Это Стадия Развития Человека В бизнесе Деятельности Дальше Взаимосвязь Духовности Руководителей Состояния Бизнеса Пришло Время Как Бы Говорить О бизнесе Благости Знаете Мы Сегодня Я Поговорил Своими Друзьями Приятелями Сегодня Сюб Резик Такой Есть Обычно Люди Подходят Ко мне После Лекции Задают Мне Вопросы Создается Такая Небольшая Тусовочка И Там Мы Общаемся Общаемся Пока У меня Крышу Не Солит Они Меня Потом Еще Дожимают Немножко Всегда Сравнивают Такой Анекдот Кот В спирт Попал Когда Вот У хозяина И тот Его Как бы Ну Васька Еще Немного Пока Васька Не сдох Вот Это Один Круг Такой Но Все Равно Кому Надо У меня Вопросы Задавать Но Есть Люди Которые Как Для Них Один Вопрос Они Хотят Быть Вместе У У Меня Есть Друзья Соратники Приехал Сюда Олег Тоже Олег Ярошенко Который Является Главным Менеджером Всех Проектов Моих И Также Есть Наши Друзья Здесь В Москве Которые Хотят Как-то Дружить Вместе Как-то Думать О том Что делать Может быть Что-то Интересное Может Получиться Для Общества Для Людей Если Вы Хотите В такую Команду Входить Отношения Такие Строить То Тогда Олег Встаньте Пожалуйста Да Олег Подходите К нему И Уже Не со мной А с ним Потому что Я же не деловой человек Я как бы Нет Честно Вот И с ним Может Просто Познакомиться Пообщаться Познакомиться Может быть Нам Надо Учиться Отношения Строить Создавать Команду Означает Не только Мой Бизнес А также Дружить Быть Знакомыми Может быть Это создаст Какие-то Возможности И что-то Будет Какое-то Развитие Хорошее Может Что-то Пользу Какую-то Принесем Что-то Хорошее Сделаем Может Подходите К ним Общайтесь С нами Бизнес Благости Сначала Яд Потом Нектар Бизнес Благости Всегда Означает Очень Трудно Сначала У меня Есть Несколько Примеров Развития Бизнеса Благости Есть Люди Которые Торгуют Продуктами Знакомыми Продуктами Которые Выращиваются Экологически Чисто Но Это значит Что человек Не будет Страдать От того Что он Кушает Вы пытаетесь Понять Такую Вещь Сначала Надо Это Понять Вот Смотрите Почему Люди Едут Жить Из Высокоэтажек В Сельскую Местность Когда Появляется Средство Почему Они Туда Хотят Там Жить В чем Причина Думаем 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 Бог Бог Дает Возможность Жить Когда Мы Живем Там Где Бог Вокруг Деревья Растут Земля Вокруг Чистое Небо Хороший Воздух Хорошие Продукты Богатство Дает Возможность Жить В таком Месте Богатство Означает Благочестие Почему Люди Туда Едут Жить Потому Что Там Лучше Почему Люди Живут Многоэтажках Потому Что Не Хватает Благочести Богатый Это Тот Кто С Богом Связан Как Задорно Говорит Богатырь Это Тот Кто Тырит Бога Но Тырит Означает Несет Перевернули Понятие Несет Другим Значит Тырит Несет Другим Все Наоборот Тырим Бога В другую Сторон И так Попытайтесь Понять Для Чего Нужны Продукты Которые Выращены Богом Природой Потому Что Они Дают Счастье В сердце И Кушать Приятно Любые Генетические Изменения Продуктов Означают Страдания Все Измененные Продукты Внешне Хорошие Яблочки Большие Такие Девушка Которая Не занимается Духовной Практикой У нее Все Идет Наружу Она Снаружи Красивая Блин Вообще Классная Такая Снаружи Все Мозги Вынесет Потом При совместной Жизни Это не от Бога От Бога У девушки Хорошие черты Карактера От Бога Она Экологически Чистая Пытается Надо Это Вести Себе У нас Это Все Нет В мозгах Яблочки С червячками Самые Лучшие Потому Что там Что там Есть Бог Это От природы Почему Яблочки Без червячков Бывают Потому Что Червячки Ими Блезгуют Они Могут И съесть А мы Едим Поэтому Люди Которые Это Понимают Начинают Яблочки Продавать С червячками И никто Не покупает Бизнес Благости Сначала Яд Потом Гектар Сначала Яд Означает Никто Не понимает Зачем Это Надо Вообще Зачем Эти Продукты Нужны Которые Приносят Здоровье И Для Того Чтобы Это Развилось Нужно Людям Давать Знания Бизнес Благости Всегда Сначала Идет Знание Потом Бизнес Благости Если Люди Ничего Не знают Им Не нужны Продукты Благости Им Нужна Жизнь Благости Любая Деятельность Благости Сначала Яд Потом Нектар Вот Чтобы Клинику Сделать Допустим Которая Производит Не то Что От Бога Идет От Бога Это Лечение Естественными Продуктами Травами Камнями Специями Деревьями Природой Бодой Солнцем Это Благостное Лечение Дает Здоровье Здоровье Дает Настоящее Мое Хорошее Без Без Понять Другое Другое Лечение Лечение Совсем Это Еще Более Высокий Уровень Никто Химические Комбинации Не отвергает Речь Идет О Уровнях Развлечения Можно На химическое Тело Влиять Можно На Ум Влиять На Тонкое Тело Психическое Те же Самые Травы Можно С точки Зрения Химии Рассматривать Лечить Химические Химии Тогда Лучше Таблетки А Можно Рассматривать С точки Зрения Тонкого Тела Психическая Структура Означает Есть Благостные Травы Есть Травы Страсти Есть Невежествие Которые Портят Характер Портят Ум Лечение Благости Означает Сначала Яд Никто Не Понимает Что Ты Делаешь Нужно Прилагать Усиленно Потом Много Нектара Если Ты С Женщиной Сошелся Нормальной Которая Ну Как Внутреннюю Красоту Культивирует То Понять Ее Не Будет Не Просто Потому Что Она Мозги Не Срывает Она Хочется Разобраться Как Ты Живешь Как Ты То То Люди Сначала Привыкают Друг Друг Строить Отношения Это Яд Потом Нектар Всю Жизнь Яда Не Так Много Нектара Много Бизнес Страсти Означает Сначала Нектар Потом Яд Что Такой Бизнес Страсти Это Серфинг На Волне Бизнес На Волне Волна Проходит А На Другую Волну А Попадешь Не Попадешь Не Известно Волна Не Всегда Тебе Придет Жизнь Бизнес Страсти Означает Люди Бегут Только За Волной Все Барабан Нужно Людям Нужно От Бога Не От Бога Им Все Рано Чем Торговать Главное Что Быть На Волне Все Это Означает Сознание Ниже У Людей Сначала Нектар Есть Благочестие Я Попал На Волну Потом Яд Почему Потом Яд Потому Благочестие Заканчивается Люди Наслаждаются Жизнью Пытаются Добиваться Своего Создавать Благочестие Означает Добрые Дела Делать Сначала Яд Потом Миктар Какой баланс Делайте То Что Можете Но Не Делайте Невежественные Вещи Если Не Можете Без Волны Торгуйте На Волне Почему Не Можете Без Волны Потому Что Чтобы Благостный Бизнес В наше Время Делать Нужно Много Сил Но Не Сможете Вы Экологически Чистые Продукты Продавать Но Не Будет У вас Прибыль Никто Не Будет Покупать Продавайте Все Что Может Не Продавайте Водку Понимаете То Идея В чем Заключается Смесь Какая То Смесь Страсти И Благости Это Хорошо Но Для Человека Который Уже Понял Как Правильно Жить И У Него Есть Сил Такая Смесь Уже Плохо То Идея В чем Сначала Пусть Будет Страсть Какая То Страсть А сначала Какой Бизнес Какой Идет Но Без Водки Потому Что Это Уже Невежество Невежество Никогда Не Помогает Никому Это Разрушает Жизнь Это Проклятие Разруха Судьбе Наступает Наркотиками Не Надо Мясо Люди Едят Мясо Это Страсть Это Больше Страсть А Невежество Часто Люди Не Могут Торговлю Без Мясных Продуктов Осуществлять Невозможно Нет Прибыли Но Если Ты Понял У Тебя Есть Полномочия Тогда Торгуй Без Мяса Еще Лучше Буду Больше Счастья В Жизни Надо Еще Это Понять Что Это Значит Почему Так Надо Разобраться В этом Вопросе Тоже Благостность Знания В Благостном Бизнесе Сначала Идет Знание Потом Деятельность Очень Очень Сложная Тема Может У вас Есть Какие-то Вопросы Да Здравствуйте Разъясните Пожалуйста Как Вести Бизнес Правильно Женщине Бизнес Это Мужское Дело А Женщина Чтобы Ставала Женщина И При Этом Если Лишь Живо Мучие Энергия Давайте Начнем С того Как Правильно Начнем С того Что Есть Три Стадии Развития Женщины Бизнес Начинается На третьей Первая Стадия Я Дочь Женщина Только Личностное Отношение Строит Я Дочь Означать Никакого Бизнеса Не может Быть Даже Если Вы Лидер Док Ру Вторая Стадия Я Любимая Какой Бизнес Я Любимая Означает Семья Любовь Нужно Найти Близкого Человека Создавать Семью И Третья Стадия Развития Женщины Называется Я Мать Я Мать Это Понятие Очень Сильное Это Не Означает Что Я Мать Только Своих Детей А Потом Я Рисуюсь Перед Семь Я Мать Означает Я Мать Для Всех Попытайтесь Понять Женщины Если У вас Уже Сознание Развито Зрелое Вы Матери Это Значит Что Вы Можете Быть Лидерами Еще В Десять Раз Лучше Чем Мужчины Нам Нужны Такие Лидеры Которые Являются Матери Лидерами Поймите Они В Десять Раз Лучше Лидеры Чем Мужчины Потому Что Женщине Очень Трудно Стать Матерью Настоящей Для Всех Мужчина И Уже Мужчина С самого Начала Он Чуть Чуть И Уже Мужчина А Женщине Надо Матерь Чтоб Стать Нужно Время И Силы Нужна Мудрость Набираться Когда Женщина Стала Мудрой Она Советами Она Станется Как Святой Святой Может Руководить Советами И Женщина Мать Тоже Может Руководить Она Может Возглавлять Любой Лидер Женщина Любой Бизнес Делать Все Мужчины Будут Которые Будут Ее Понимать Как Мать Принимать Как Мать Вот Такое Развитие Бизнес Женщины При Этому Это Не Значит Что Вы Не Должны Ничего Делать Пока Матери Не Стали Вы Должны Развиваться Может У вас Своё Дело Быть Какое То Но Не Надо Думать Что Будет Какие Сильные Достижения Нет Это Вы Не Знаете Что Мать Мать Смотрит На Всех Как Мать Женщины В основном Все Смотрят Как Любимые Они Устроят Глазки Привлекают Себе Людей Это Не Мать Мать Означает Мудрость Мудрость Означает Другая Любовь Любовь Старшего Да Женщина Смотрит На Всех Глазами Материнской Любви Это Совсем Другое Она Не Вызывает Вожделение В сердце Она Красивая Для Всех Но Пословим По Другому Мать Это Мать Тереза Станьте Матерьми Веды Говорят Что В обществе Должно Быть Много Дочерей Чуть Чуть Любовниц Чуть И Много Матерей Тогда Общество Становит Спокойным Предсветающим И счастливым Когда Количество Дочерей Уменьшается В обществе И Количество Матерей Уменьшается А у величества Количества Любовниц У величества Общества Разрушается Разрушается Сейчас у нас Проценты Такие 10% Дочерей 10% Матерей И 80% Любовниц Означает 80% Разводов Статистика У нас Сейчас В обществе Так Женщины Думайте 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 Делайте Вы Лидеры Вы должны Объяснять Это Все Мать Уважение Возникает Возникает Чувство Благодарности Вера Все Начинают Верить Матери Матери Все верят Изначально У каждого Человека Была Мать В жизни Все Матери Верят Когда Женщина Как Мать Не надо Сиди Напрягаться В управлении А Всех Будет Строить Василий Петрович Как Ты Себе Веришь Посмотри На Себе У тебя Совеста Есть Сразу Становится Ребенка Женщина Мать Все Становятся Детьми Рядом Даже Большие Люди Ответил На Ваш Вопрос Дальше Следующий Вопрос Олег Геннадьевич Благодарю Скажите Пожалуйста Я Сейчас Начинаю Профессионально Заниматься Благотворительностью И Сейчас Кризисный Период В России В Купаль На волну Узнать Что Да Хороший Волна Так Ну В общем Так Государственный Сектор Перестал Финансировать Сейчас Тяжело Найти Спонсоров Компаний Спонсоры Означают Хорошие люди Смотрите Государство Когда финансирует Это страсть Это всегда Только на волне На волну попало Экономика Хорошая Государство Финансирует Это страсть Невежество Невежество Означает Финансирует Воры В законе Это опасно Вообще Получается Надо обращаться К меценатам Которые Как раз Обращаться Можно К меценатам Только В том Случае Если У вас Хорошие Качества Вы можете Войти В общество Этих Людей Вот Это Уже Благость Я поняла Хорошо Тогда Остаются Скажем так Волонтеры Или Желающие Бывают Меценаты Ниже Бывают Меценаты Из низшего Вот Смотрите Какой у вас Уровень Развития Если Вы Очень Сильная Личность Меценаты Уже Не Не Знаем Вам Просто Как Волонтеры Это Значит Ваш Уровень Развития Такой Но Если Ваш Уровень Развития Личности Будет Выше Тогда Меценаты Будут Очень Сильными Людьми Ваши Меценаты Все Зависит От Вашего Развития Видите Как Важно То О чем Я Говорил С самого Начала Начала Духовная Жизнь Молитва Она Делает Развитого Человека Она Дает Миссию В сердце Когда Миссия Есть В Глаза Тогда Почему Он Сказал Садитесь Ближе Потому Что Волосы Такие Красивые Ну Давайте Разберемся Почему Я Так Сказал Ну Ка Что То Я Увидел Ну Я Во-первых Просто Зашла На Ни Вовремя И Возможно Вы Видели Мою Инициативу Когда Я начала Руки Поднимать Я просто Спрашиваю Я видел Что У вас Глаза Хотят Делать Добрые Дела Если Она Хочет Ближе Гусениться Это Называется Уполномоченность Но Если Это Увидят Люди У которых Есть Средства Да Это Значит Ваша Уполномоченность Достигла Бога Уже Бог Вас Увидел Когда Люди Имеющие Средства Видят Ваш Уполномоченность Думают Этому Человеку Если Дать Деньги То Они Точно Пойдут По Назначению Этот Человек Реально Способен Правильно Использовать Средства Которые Должны Направляться На Благотворительные Цели Разумные Люди Никогда Зря Деньги Тратить Не будут Вам Надо Их Доказать Ваша Сила Внутренняя Не то Что Доказательная Сила Это Значит Что У Вас Есть Миссия Бог Поверил Вас И Будет Вдохновлять Других Людей Развивайтесь Как личность Но Это Не значит Что Не нужно Нужно Сейчас Ну Все У меня Как бы Страна В кризисе Кризис Означает Что Такое Кризис Это Начало Нормальной Жизни Когда Нет Кризиса Все Спят Кризис Означает Все Пробуждаются Растормаживаются Пьяные Перестают Пить Трезвые Начинают Чесать Репу Кризис Это Супер Это Значает Жизнь Только В кризис Все Развиваются Когда Кризис Заканчив Развития Уже Нет Все Просто Кто Куда Прибежал Тот Там Бежит Только Трудности Развивают Человек Чайки Стонут Перед Бурей Там Это Вермонт Писал Буревестник Да Гордо Веет Буревестник Да То Станьте Буревестниками Не надо Бояться Бурей Буря Началась Летим Все Надо Сражаться Трудности Пошли Значит Живем Больше Трудности Больше Жизни Больше Не будьте Чайками Чайки Духовной Жизнь Развитие Но В принципе Все Занимаются Своими Делами В кризис Всем Надо Поправлять Свои Финансовые Положения И Просто Людям Некогда Не знаю Может быть Материально Нет Средств Либо Времени Нет На Это Как Привлекать Сейчас В этот Период Людей Когда Наступает Кризис Есть Два Типа Людей Чайки Которые Стонут Переклы Они Занимаются Своими Делами Время Кризис А Есть Пуревестник Есть Те Которые Видят Что Кризис Надо Больше Людям Помогать Они Активизируются В это Время Забывают Про Свои Дела Больше Заботятся О Благи Других Такие Люди Тоже Есть Ищите Если Вы Найдете Они Будут Помогать Кризис Даже Больше Войну Больше Жертвуют Чем Простую Жизнь Люди Войну Просто Работали Вообще Без Денег Это Понимаете Это Сознание Вот Это Вставай Означает Поднимайся Человек Перестань Спать Пусть Ярость Благородная Идет Война Народная Волонтеры Значит Волонтер Пускай У вас Будет Целый Отряд Волонтеров Действуйте Своими Силами Если К вам Люди Привлекаются Занимайте Люди Это Тоже Следство Если Они Не Привлекаются Я Водин Я Водин С И Тон Волонтер Со мной Это Значит Что У вас Сильно Заинтересован В своем Развитии Нужно Молиться Больше Духовной Практикой Заниматься Развиваться Как личность И вами Будут Привлекаться Сейчас Такое Лицо Понятно Естественно Думаете У меня Всегда Много Народ На Лекции Было Пять Человек Приходило Я С Петьми Читал Молодец Надо Стенку Работать Что Есть Не Надо Себе Искать Что Больше Что Есть То И Есть Благодарю Молодец Поняла Все Классно Двигаемся Дальше Да Трудно Трудно Когда Понимание Приходит Сразу Тяжело Становится Но Вы Не волнуйтесь Ты что Куда Пошла Сидеть Сидеть Вы Вы Какие Меценат Постоян На вас Смотрит Может Увидит Добрый вечер Олег Геннадьевич Спасибо Большое Кстати Вам За ваши Лекции Спасибо Внимательно Слежу Я всегда Очень Чувствую Как бы Ответственность Большую Я Когда читаю Лекции Обычным Людям Вообще Не готовлюсь Это Полет Для меня Просто Пою С ними Общаюсь Любовь А здесь Надо Готовиться Конспектировать Разводить Ответственности Больше Да В любом случае Большое Спасибо Потому что Благодаря Вашим Лекциям Я Вырос И Как Руководитель И Духовно Но Все равно Да Благодаря Вам И Вот У меня Все равно Я Сегодня Тоже Внимательно Слушал Вашу Лекцию Вы Сказали В очередной Раз Замечательную Вечу Потому что Нужно Совершать Молитвы Вы В точку Попали По поводу Моего Периода И Благодаря Молитвам Аскезам Которые Я Совершаю Я Многого Достиг То есть Изменил Этот Переход И Даже Вы Сегодня Сказали Что Он У меня Тяжелый Но На самом Деле Изменив Качество Характера Своей Я Изменил Отношение Вот С окружающими Людми Соответственно Бизнес Стал Намного Успешнее И лучше Даже При Нынешнем Тяжелом Периоде Которые Ощущаю С левой Стороны Скажите Это Им Всем Ну Скажите Ваш Опыт Так Нужен Если Вы Это Реально Пускай Будет Все Будут Об этом Знать Это Так Здорово Что Человек Может Побеждать А не Просто На Даже Ночью Слушаю Когда Спи Да И Появляется Вера Желание Сила Но Все Вопрос Такой Знаете Когда Молишься Все Равно Мысли Убегают О работе Я Каждый День Встаю В 4 Утра Супер Супер То Что Вы Об этом Сказали Это Классный Вопрос Мысли Никуда Не Убегают Сейчас Вам Расскажу Как Они Думают О том Что Мне Нужно Сделать В перспективе Зня Слушайте Меня Сначала Человек Настраивается На Бога Это Первый Этап Да Он Настроился На Бога Второй Этап Это Вдохновение У него Появляется Чувство Вкуса А Потом Третий Этап Он Начинает Видеть Свою Работу И Все Прочее Он Думал Блин Где Счастье Деньги Заплачены Где Услуги Я Хотел Счастье Получить Молит Почему Опять Работу Смотрю Когда Человек Видит Работу И Свои Проблемы Во Время Молитвы Это Значит Что Пришло Время Ему Все Богу Отдать Не Отделяйте Свою Работу От Бога Отдайте Ему Все Вы Когда Думаете О работе О делах Это Означает Объем Вашего Служения Богу Не Думайте О делах Отдельно А О Боге Отдельно Просто Когда Дела Приходят Сознание Вы Думаете Опять О Святом Человеке Молитесь Ему И Эти Дела Ему Предлагаете Как Дар А Если Недобрые Дела Отваливаться Будут Вашему Сознанию Будет Говорить Это Я Делать Не Буду А Это Тебе Как Дар И Тогда У вас Все Соберется И Мысли Не Будут Растекаться У Вся Жизнь Превратится В Одно Целое И Все Это Вольется В Молитву Понимаете А когда Этот Период Пройдет Дальше Когда Вы Все Уже Богу Придложите Слушайте Дальше Что Будет У вас Все дела Закончатся Все Что Вы Думали У вас Смотрите Сначала Идет Молитва За Молитвой Идет Знание Когда Вы Вспомнили О чем То Если Вы Думаете В это Время О Боге И молитесь То Дальше За Этой Памятью Идет Знание Вы Сначала Просто Вспомните Помешали Мне Думать О Боге Нет Не Помешали Это Бог Вам Сказал Вот Это Надо Тоже Мне Отдать И Вы Когда Это Отдаете Ему Дальше Идет Знание О том Как Это Делать Правильно Потому Что Миссия Туда Входит Бог Вам Дает Знание Как Это Делать Поэтому Дела И Теперь Я Буду Это Решать Сам Нет Вы Это Отдайте Богу Отдайте Пусть Кое Он Решает В Молитве Нужно Продолжать Думать О Святом Человеке И При Этом Дела Сидят У Сердце А Вы Думаете О Святом Человеке В этот Момент Дальше Бамс Дела Превращаются В Знание О Как И Они Вас Отпускают Потом Следующее Дело В этот Момент Не Надо Думать О Своем Счастье В Этот Момент Надо Подумать А Что Теперь Тебе В Жизни Надо И Ты Все Время Сейчас Думал Обо Мне Я Все Свои Дела Решил А Теперь Я Тебе Хочу Что Лично Тебе Сделать Я Хочу Теперь Думать О Тебе В Это Время Нужно Так Как Бог Непосредственно С Я Хочу Чужий Как Ты Я Хочу Выполнять Твою Миссию Дай Мне Знание О Что Мне Делать Для Тебя Следующий Этап Молитвы Более Возвышенный Если Вы Этот Этап Сможете Пройти Дальше Вы Начнетесь Погружаться В силу Звука Каждая Буква Молитвы Станет Для Вас Силой Сильной Вы Начнете Почувствовать Чистоту Молитвы И Станете Уполномоченной Личностью Когда Человек Чувствует Чистоту Силой Молитвы Он Одной Молитвой Может Решать Все Вопросы Это Очень Высокий Уровень Развития Личности С Звуком Будет Побеждаться Люди Раньше В древней Культуре С Звуком Могли Лечить Болезни Могли Вызывать Дождь Прекращать Дождь Просто С Видите Вы сломались На этом уровне Почему Потому что Вы Мои дела Отдельно Бог Отдельно О делах Начали думать Про Бога Забыли Думайте Продолжайте О Боге Отдавайте Ему Свои дела Он Будет давать Вам знание Как Ну Когда Я начал Так Делать У меня Все Стало Гораздо Лучше Зачем Тогда Вы Меня Об этом Спросили Потому Что Я Так Делаю На протяжении Длительного Времени Уже Но Суть В том Что Я Когда Молюсь И стал Это делать Намного Внимательнее Чаще Аскетичнее Мой ум В этом И была Суть Вопроса Мой ум Он Беспокоится И он Начинает Думать О том Кому Позвонить Надо Список Дел Перебирает Который У меня Запланирован На следующий День И что Это значит Ну Это просто Я Невнимательно Молюсь Нет Неправильно Это значит Чтобы вы Глубже В сердце Зашли И в этот Момент Бог вам Показал Что это Тоже Со мной Связано В это Время Не надо Отвлекаться Думать Что я Отвлекаюсь Я просто Бог вам Показывает Все Что вы Должны Делать И делайте Это для Него Как только Вы направите Допустим Василий Петрович Попросил Кто-то Сделать Время Молитвы Да Надо Это Для тебя Тоже Это Для тебя Тоже И в этот Момент Когда вы Отдадите Это Боли Когда Василий Петрович Просит Мешать Не Молиться Вообще Нет Это Не Василий Петрович Виноват Это Бог Вас Сюда Направил Чтоб Вы С Ним Это Тоже Связали Когда Время Волитвы Связьте Василия Петровича С Богом Тогда Приходит Знание Как С ним Строить Отношения И Сразу Василий Петрович Пропадает Потом Возникает Иван Над Судьбой Следующий этап Благодарю Очень Сложная Вещь Которую Вы Сейчас Сказали Попытайтесь Это Понять Именно В тот Момент Когда Это Возникает Когда Вы Поймете О чем Я Говорю Да Вот Девушка Да Сзади Здравствуйте У меня У меня У меня У меня У меня Немножко Не по теме Как Не по теме Вы же Лидер Вы же На благо Всех Задаете Вопрос Вопрос У меня Как Быть Женщиной Рядом У Мужа Которой На данный Момент Сложности В бизнесе Как Его Поддержать И Как Его Вдохновить Прямо По теме По Самой Прямо По Самой Темой Как Раз Такая У нас Тема У нас Сейчас Всех Сложностей В бизнес Время Так Есть Как Его Поддержать Как Вдохновить Да Как Быть Сначала Надо Понять Кто Ты Кто Ты Надо Понять Есть Два Типа Кто Ты В этом Миле Есть Один Тип Который Имеет Силу Действие Действие Один Тип Кто Ты Это Мужчина Второй Тип Кто Ты Это Тот Кто Имеет Силу Уполномачивать Деятельность Давать Силу Действию Давать Силу Действию Уполномачивать Всех Я Настраивался На свой Духовный Учителя На гангу Поклонялся И каждый день У нас был Небольшой Ретрит Молитвы Как читать Молитвы И там Несколько Девушек Также Было И они Спрашивали Как Настраиваться Если я В основном Мужчина Говорил Настраиваться На поклонение Наставнику То девушка Мне Говорил Вам Не надо Самим Настраиваться На поклонение Наставнику Вы должны Думать О том Чтобы У всех Все получилось Вокруг И тогда Вы сможете Настроиться На поклонение Наставнику Женщина Должна В первую Очередь Заботиться О других Тогда Она Получает Силу Духовную Если она Думает О своей Молитве Только Не думает О заботе Других Тогда Ее природа Женская Не работает Для женщины Сначала Отдавать Благословение А потом Дальше Получать Уже Возможность Женщина Благословляет Сначала Поэтому Если Вы Меня Спрашиваете Как Женщине Помочь Мужу Это Значит Что Вы Не понимаете Свою Природу Если Вы Женщина И верите В своему Мужу Верность Это Основа Женщина Если Вы Верны Своему Мужу То Какие Проблемы Вам Благословляет Есть Только Одна Проблема Отсутствие Связи С Источником С Источником Человек Не имеет Своей сил У нас Нет сил Никому Помочь Природа Женская Да Благословляет Но Как Нужно Найти Себе Веру Найти Себе Святость Вера Означает Святость Надо Найти Какого-то Святого Человека Которого Будет Какая-то Традиция Принять Традицию Духовную И Поклоняться Святому Человеку Вместе С его Верой Читать Его Молитву И Когда Вы Будете Чувствовать Силу Духовную От этого Человека Вдохновляться Его силой Отдавайте Это все На пользу Мужу Пускай У него Все будет Хорошо И тогда Вы начнете Действовать По своей Женской Природе Вы поймете Насколько Сильна Женщина Женщина Соткана Из одного Только Благословения Она Дает Жизнь Она Поддерживает Жизнь Она Вдохновляет На жизнь И если Женщина Не вдохновляет На жизнь То тогда Все Стреляются Вокруг Без Женского Вдохновения Невозможно Жить Женское Начало Дает Возможности Человеку Мужчина Развивается Ради Женского Начала Ради Людвиг Ради Энергии Людвиг Но Вы можете Быть Уполномоченным Человеком Только Если Поймете Что Вы Не можете Помочь Вы Меня Спросили Как Я могу Помочь Моему Мужу Никак Не можете Помочь Ну Никак Вообще Не можете Помочь А вот Если Вы будете Молиться Богу И Просто Думать О том Пусть у тебя Все будет Хорошо Я верная Жена Для тебя Имею Право Так думать Все Тогда Нет проблем У него Начнет Все Меняться В жизни И вы И вы Это Увидите Своими Собственными Глазами Когда Вы Станете Уполномоченной Личностью В этот момент Действуйте Просто Не просто Думайте О том Что я Сказал Завтра Садитесь С утра Ставьте Перед собой Изображение Есть ли Цветы Мать Тереза Есть Днюю Северию Есть Серафим Саровский Есть Святая Матрона Сходите Здесь В Москве Очереди Стоят Нескончаемые Днем И ночью Сходите Посмотрите Какая Сила Там В этой Могилке Учитесь Верить Святость Это Первое Что Должен Получить Человек В своей Жизни Это Образование Которое Дает Ему Полномоченность Все Сильные Личности Имеют Старших Имеют Верую Что Если Человек Не имеет Старшего Нет Разума Разум Означает Свобода От Эгоизма Если Человек Не Свободен От Собственного Эгоизма Признак Это Несвобода Это Гордость Гордость Изначает Нет Старшего Нет Старшего Нет Уполномоченность Нет Силы Надо Перестать Быть Гордым Надо Найти Старших Для Себя Обрести Веру И Стать Проводником Счастья Мужчина Становится Проводником Счастья Когда Он Сам Идет Вперед А Женщина Когда Она Думает От Тех Кто Идет Вперед И Благословляет Мы Потеяли Все Очень Потеяли Наши Очень Благодарю За Возможность Задать Вопрос Он Может Быть Полезен Многим Поскольку Многие Парами Здесь Я Вижу Я Задал Вопрос Одному Из Просветленных Людей Ведической Традиции Буквально Недель Назад Могу Ли Я Как Мужчина Бизнесмен Юрист Иметь Интуицию В делах Я Сидел Со Своей Женой Рядом С Ним Он Скал Нет Это Тебе Не Да Но Вот С Не Советуюсь Вот На Этот Чет Что Вы Думаете Что Вы Может Посоветовать Спасибо Женщина Это Сердце Мужа Мужчина Это Разум Женщины Разум Означает Холодное Мышление Означает Законы Означает Твердая Позиция Грамотность Это Деятельность Разума Это Мужское Начало Женское Начало Означает Деятельность Сердца У Развитых Мужчин Так же Сердце Развивается У Развитых Женщин Так же Развивается Разум Но Сначала Когда Люди Не Развиты У Женщины Естественным Образом Работает Сердце Мужчина Естественным Образом Работает Сразу Жена Это Сердце Мужа Это Его Интуиция Если дело касается личных интересов женщины, интуиция заканчивается. Например, если вы ее спросите, как вы думаете, каков-то интуиция работает, нам платье надо покупать или нет? Нас скажут, что... Платье надо покупать. Надо. Так интуиция заканчивается. Если дело касается дел мужа, то Бог уполномачивает ее бескорыстно действовать. Она будет вам подсказывать, как правильно. Но если дело касается ее личных интересов, надо нам зачинать ребенка или надо? Надо. Еще одного надо? Надо. Или наоборот, не надо ни одного. Это дело ее интересов личных. Ребенок это дело ее интересов. Там интуиции нет. Она должна советоваться старше. Жена это сердце мужа. Если только в одном случае, слышите меня, только в одном случае, если мужчина уважает женщину. Женщина может казаться как-то слабой, как бы такой эмоциональным существом, которым надо постоянно заботиться, чтобы у нее все нормально было. Это не значит, что она неразумная. Женщина другой тип разума. Он ближе к Богу. Женщина может сказать вам сразу правильный ответ. И не надо даже рассуждать. Женщине Бог дал чистоту разума, а мужчине силы. Если мужчина считает сила лучше и пренепрегает женщину, он лишается интуиции. Надо уважать жену. Вважать ее за ее чистоту. Если мужчина уважает женщину, он отдален интуицией. Она всегда знает, что ему сказать. Это касается всех. Вот я, допустим, изучаю, что такое интуиция. Но я не все про себя знаю. У меня жена лучше разбирается все, что связано со мной. Она мне говорит то, чего я про себя не понимаю. Потому что человеку не дано понимать про себя. Все, что связано с его кармой, все это для него пелена. Все, что связано со мной как личностью, я буду ошибаться. Все, что связано с другими, если это я уполномочен в этом, я буду отгадывать. Но что касается меня, я буду ошибаться. Потому что там, где есть карма, там нет интуиции. Судьба, когда действует личное, человек ошибается. Сапожник без сапог. Позвольте, краткий вопрос. Я последовал Вашей рекомендации и молился за тех людей, с кем были какие-то конфликты. И почувствовал, что меня отпустило. Грубо говоря, просто говоря. Как Вы это делали? В христианской традиции. Мне не важно. Я желал им счастья. Думали о Боге, да? И желали им счастья. Но как Вы могли им желать счастья, если они Вам делают плохо, они вызывают боль? Как Вы без боли могли о них думать? Вот это самый главный мой вопрос. Постепенно она уменьшалась. Постепенно. Постепенно, да. Это долго, это пара недель минимум. Выкинь или боль? Вы сначала недели. Сейчас же. Сейчас серьезный вопрос разбирали. Не смейтесь. Все должны об этом знать, что самое трудное, это просто думать об этом человеке, который тебе делает плохо, просто начать думать, фокусироваться на нем. Самое тяжелое просто в мозги выносит. И потом, когда ты сосредоточился на нем, думаешь о Боге, ему желает счастья, постепенно успокаивается твоим по отношению к нему. Потом ты начинаешь в нем видеть что-то хорошее. Постепенно, со временем, со временем сердце отпускает и все. И проблем с этим отношением человек нет. Но самое сложное, просто начать правильно о нем думать. Это тяжелее всего. Очень трудно. Мозги плавятся. И так можно победить свою судьбу конкретно. Даже если вас кто-то в тюрьму хочет посадить, вы можете с помощью нескольких месяцев такой практики, вы можете смягчить его сердце, и он не будет вас в тюрьму сажать. Знаете, что он хочет вас в тюрьму посадить не случайно. В прошлой жизни вы это заслужили. А теперь он становится просто инструментом в руках вашей семьи. И этот инструмент всегда вызывает жуткое отчаяние, неприятность и боль в сердце. Если вы терпите эту боль, в тюрьму не сядете. Спасибо вам, важная тема. Спасибо вам за такой совет. Он действительно попугает. Рекомендация, которая работает и даже в такой сложной профессии, как наша юридическая, она состоит из конфликтов. И кому-то где-то всегда достается меньше результата, чем он хотел. И если позволите, я спрашивал, что делать потом? Вот отпустило, я говорю, вот этому просветленному человеку. А дальше что? Он все равно может не испортить жизнь. Сейчас, дальше и так далее. Что дальше? Хороший вопрос опять. Потом то же самое. Это объем работы. Есть уполномоченные личности по отношению к нашей судьбе. Понимаете? Уполномоченные означает, всегда будет мучить всю жизнь. И вкладывайте силы всегда. Почувствовали опять боль от этого человека? Значит, опять Бог вам показал объем работы. Опять думайте, посвятите этому какое-то время. И вы будете защищены от тюрьмы, от разрухи, от всего прочего. Вкладывайте все беды, связанные с какими-то личностями нашей жизни. Вкладывайте в эти личности силы, прощайте их. Мать Тереза говорила об этом. Прощайте их. Подтверждение, видите, он даже... Означает это прашно с правой стороны. Видите, он находится с правой стороны от меня. Он сказал, пу-ху-ху-ху. Значит, информация важная для всех. Здесь наука прашно означает сигналы какие-то приходят во время важных вещей. Я важную вещь сейчас сказал. Если вы будете прощать людей, которые опять, опять вновь, и опять прощать, и опять, и опять, и опять. Эти люди, да моклов меч, они всегда будут уполномочены в вашей жизни. Делать вам зло, неприятности. И всегда, прощая их, вы сможете освобождаться от этих неприятностей вновь и вновь. Неприятности же будут приходить постоянно и дальше. Они же не закончатся. Это время их толкает. Оно не закончится, оно будет всегда идти. Последняя приятность какая в нашей жизни? Самая последняя приятность какая? Да, что-то, все. Чуть-чуть. Кончилась моча, да? Почему я не мочусь? Сколько вам лет? 80. Кончилась моча. Врач, все. Последняя приятность. Уход из жизни. Время так есть. Смерть, это последняя приятность. Приходит смерть. Олег Геннадьевич, позвольте уточнить. Нет, все уже. Все, прошу. Открыточку есть смысл написать людям или что-то хорошее? На праздник. Не на праздник. По поводу беса. Или не устанавливать фактическую связь, ограничиться духовно? Сейчас вам важно дать слово другим. Позже всего в вашей жизни сейчас дать слово другим. Спасибо большое, что вы дали возможность задать вопрос. Это вот благодаря вот этому мужчине. Да. Это он дал возможность. У меня такой вопрос очень сложный, стал передо мной. Я понимаю, как в семье управлять женой, но, к сожалению, управлять и руководить женой. Управлять женой. Я согласен. Попробуйте воду взять в руки и держать ее, чтобы она не вытекла. Можете, нет? Нет. Нет. Женская энергия – это вода. Она всегда вытекает. Женщина сама не может собой управлять. По крайней мере, направлять. Направлять – да. Направил, все, хорошо. Завтра опять будете направлять. На следующий день. Пять, потом пять. И так каждый день. У меня такой вопрос. Как направлять или управлять женщин на работе? Вот это для меня вопрос достаточно сложный, и я не могу в него разобраться. Спасибо. Спасибо вам большое. Важный вопрос. Просто у вас Бог вам дал гармонию с семьей, с женой. Не течитесь этим. Он же может забрать. Если у вас все нормально, с женой слава Богу. Не надо говорить никому, что вы можете ей управлять. Это первый номер важный. Это сложная энергия. Касается и женщины по отношению к мужчине. Никогда не надо думать, что у меня все хорошо в семье. Просто Бог дал возникнуть, что у меня все хорошо. Это самая сложная область жизни. Там всегда бывают трудности. Неожиданно приходит жизнь. Что касается женщин в коллективе, то это всегда испытание. Если вы мне скажете, как просто пройти по гвоздям. Я скажу, никак. Просто расслабься. Расслабься означает, что ты знаешь, что будет больно. И расслабился, идешь, все. Как женщину управлять в коллективе? Надо расслабиться. Знать, что будет больно. Они обязательно вас будут мучить. Потому что, вот смотрите как. В семье женщина мучает взамен на любовь. Надо ли любовь и мучает. А в коллективе никакой любви нет. Там отношения какие, производственные. И там женщина мучает уже без любви. Просто так. Почему так происходит? Я сейчас вам объясню. Потому что наше общество устроено неправильно. И это не проблема лидеров нашего общества. Это проблема ученых. Возвышенных людей, священников, которые не дают достаточно образования. Образование в этом венам ракусе таково. Оно должно даваться с самого начала. И оно должно на уровне всех структур существовать. Что женский труд отличается от мужского. Надо понять, что мужской труд находится в сфере производственной деятельности. Где есть деловые отношения. А женский труд находится в сфере деятельности, которая несет заботу об обществе. Это не деловая сфера. Пытайтесь это понять. Объясняю. Благотворительные центры должны быть женскими. Там, где ухаживают за стариками. За детьми. Там, где сажают деревья. Там, где учат людей. Это все сфера, в которой нужна только любовь. Там управление играет второстепенную роль. И деловых отношений играет второстепенную роль. Первостепенную роль играет женская энергия. Означает все решать с помощью любви. В детском саду все надо решать с помощью любви. Там не должно быть деловых отношений. Там сердца людей воспитываются. Когда женская среда создается, там не должно быть никаких финансовых отношений. Это все должно быть на попечении у общества. Женщины, когда создают детский садик, если это правильно делается, тогда они просто получают возможности, дотации. И правильно женщины, настроенные, не думают об этих деньгах. Потому что мужчины, правильно настроенные, приносят достаточно денег в семью. Женщина не думает о деньгах, она думает о детях. Женщина счастливо трудится, когда она забывает о деньгах. И она не находится в государственной структуре. Она находится в социальной структуре. Пытается понять разницу. Социальная структура означает структуру, в которой добровольный труд. Женщина иногда может там трудиться, иногда нет. Но она всегда хочет. Ей это очень нравится, заботится обо всех. Женщине нравится заботиться об обществе, она прибегает сама. Социальная деятельность означает расцветание общества. Женщины создают праздники. Женщины заботятся о стариках. Женщины заботятся о детях. Женщины заботятся о том, чтобы все было красиво. Женщины заботятся о творчестве. Женщины заботятся о талантах. Все это они делают спонтанно. Все это они делают просто по наитию. И такая жизнь приносит счастье. Потому что иногда женщина может, иногда нет, но она хочет всегда, потому что она соткана из любви. Когда женщина трудится таким образом, общество людей превращается в рай. Когда женщина в труде скована производственными отношениями, делами, у нее вот эта женская природа любви, она начинает страдать. Потому что женщине нужны близкие отношения, она не может на таком производстве их культилировать, поэтому начинают капризничать и выносить мозги. И причина не в женщинах здесь, а в неправильном устройстве общества. Поэтому, если вы понимаете, что так действует женская природа, тогда сделайте очень строгими законы во время работы с женщинами, чтобы у них не было вариантов каких-то. Понимаете, женщины означают расширение возможностей. Маленькую поблажку дали одной. Все остальные женщины немедленно в эту дырочку устремились. Просочились туда же. Поэтому никаких поблажек ни одной. Но с другой стороны, всем женщинам давать возможность пораньше уходить с работы. Давать возможность немножко болтать на работе. Четко прописывать сколько минут в день. Давать женщинам возможность немножко перекусывать, опять все прописывать, чтобы не было никакого... Они будут постоянно вас мучать, они будут издалить чуть-чуть поболтать, они будут больше болтать. Дайте возможность чуть-чуть покушать, будут больше кушать. Потому что для женщины работа это развлечение, это счастье. А для мужчины это долг. Поэтому не всегда будет хочется больше счастья на работе всего. Это ходить по гвоздям. Расслабьтесь, идите по гвоздям. Как идти по гвоздям так, чтобы пройти? Не чтобы не было больно, а чтобы пройти. Надо расслабиться. Значит, не пройдешь. Да? Но есть женский труд, ничего не сделаешь. Допустим, если вы в детском саду работаете, женский труд. Но там, кстати, если правильная атмосфера любви, там не надо женщинам сильно управлять, там все счастливы. Кто-то пораньше уходит, кто-то пораньше приходит. То есть это... Надо просто понять, что такое женский труд. Тогда все будет хорошо. То, что женщины такие ленивые, они работать не хотят. У них просто больше спонтанности в труде. Да? Ваш вопрос? Дайте, пожалуйста, такие знания. Мы сейчас разложили по полочкам признаки развитой личности, неразвитой личности. А расскажите, пожалуйста, а как общаться между ними, этими людьми? Ведь хорошо, если бы общались все, а только развитые с развитыми, развитые с неразвитыми. А получаешь же смесь. Да. Спасибо, Владимир Владимирович. Давайте разберемся в этом вопросе. У нас, правда, мало времени. Мы начнем эту тему. Если вам понравится, можете продолжить в следующий раз. Так, смотрите. Общение означает отношения в себе. Есть отношения долга, есть отношения любви, более близкие отношения. Есть отношения нейтральные, еще дальше. То есть, сначала идут отношения любви. Они очень близко к природе имеют. С кем можно отношения любви строить? С теми людьми, у которых долг сердца заложен как основы. Это развитые люди. Таких очень мало. Если вы приближаете к себе человека, у которого долг еще не развит сердце, этот человек, несомненно, будет вас эксплуатировать и будет причинять вам боль. Поэтому приближать к себе неразвитых людей нельзя. Это будет приносить страдания всегда. Приближайте к себе только людей долго. Строите с ними близкие отношения. В близких отношениях с ними можно решать все деловые вопросы без проблем. Следующий тип отношений – это отношения, в которых нельзя строить отношения любви. Только отношения долга. Означает, все прописано. Только по инструкции работаем, действуем, общаемся. Все. Никаких близких отношений. Не означает, что нет любви. Есть любовь, но она ограничена дистанцией. Дистанция означает, что нет. Мы не можем расслабиться в отношениях. Мы любим друг друга, но на расстоянии. Это очень трудно делать лидеру. Но это надо делать с теми, у кого нет долга. И они развиваются. Они хотят приблизиться. Человек всегда хочет приблизиться. Конечная цель – любовь. Если лидер не подпускает себе человека, у которого нет любви, то нет долга, то ему придется выработать долг, чтобы приблизиться. И так человек имеет стимул для развития. Ему хочется приблизиться к тем, кто его не подпускает, у которых больше любви в отношении. И он развивает себе долг. Услышали? Нет? Это большая проблема. Часто лидеру хочется всех подпустить себя. И они потом из него три шкуры вьют. Это очень трудно физически и психически сделать. Пытайтесь это сделать. Это аскеза для лидера. Держите людей на расстоянии, но при этом любите их. Не подпускайте близко. Не давайте им слишком много возможностей. Если человек не контролирует себя, он будет, несомненно, эксплуатировать то, что вы даете ему. Несомненно. Третий тип людей. Это мы рассказали с вами про лидеров. Про лидеров. Лидеры – это те, кто стремятся к благу других. Теперь поговорим о тех, кто вообще не стремятся к благу других. Есть люди, которым нужна просто забота. Они стремятся только к личному благу. Таким людям нужны нейтральные отношения. Что значит нейтральные отношения? Это значит ничего не ждать от этих людей. Это значит не надо думать, что они должны быть совестливыми, что они должны быть возвышенными. Они не могут быть такими, потому что они не развиты для этого. Нейтральные отношения означают заключить с ним договора. И не надо их стимулировать отношениями долго даже. Просто выполнил молодец, не выполнил штраф. Не стройте с ними близкие отношения. Любите их еще дальше. Называется нейтральные отношения. Заботьтесь именно о них на расстоянии. Они вас будут сильно уважать. Потому что будут понимать, что вы отличаетесь от них тем, что вы заботитесь обо всех, а они заботятся только о себе. А действуют на благо других только потому, что у них нет выхода. Им надо работать, иначе они не смогут жить. Есть еще один тип отношений, кроме нейтральных. Это называется отношения большой дистанции. Или жесткие отношения. Категоричные отношения. Нужно строить с вредителями. Теми людьми, которые наносят вред на производстве. Есть три типа вреда. Первый вред самый опасный, которым мы пренебрегаем больше всего. И который трудно, труднее всего выявляем. И труднее всего обличаем. Этот вред называется идеологический. Когда человек тихо, мирно разрушает управление. Своими словами, своим поведением. Сеет в людях разрушение веры в старшего. С этим человеком шутить не надо. Точно так же, как он действует политически и тихо, точно так же политически его надо вышить из производства. Бог будет доволен вами в этом случае. Вот точно так же, как он политически разрушает ваше управление. Так же вы его и оттуда выпроведите. Пускай это будет не по законам. Но это будет правильно. Нельзя разрушать управление. Страна без управления разрушена. Все люди страдают неимоверно. Нельзя, чтобы управление ослабло. Если кто-то хитростью завладевает властью, так же хитростью надо его и отправить от этой власти. Дальше второй тип разрушения. Это умышленное разрушение внутри деятельности. Это не идеологическое разрушение, это административное разрушение. Воровство, там всякое умышленное действие, направленное на разруху. Здесь все правильно, все просто. А разоблачили, выгнали. Единственная проблема, если вы привязаны к этому человеку, начинаете с ним сюсюкаться, вот тогда начинаются проблемы. Единственное, что помогает человеку, который действует как вредитель, это наказание. Часто люди не могут этого понять. Часто создают ювенильную юстицию. Если ребенок действует как вредитель, его надо наказывать. Иначе он будет просто, ну, вырастет врагом общества. Называется нежелательное потомство, но разрушает общество полностью. Если родители не наказали ребенка, который действует как вредитель, то тогда этот ребенок разрушает все общество. Он из пчелы превращается в осу, ему хочется всех ужалить. И третий тип разрушителей. Это ленивые люди просто. Они вот хорошие, как бы они не против. Но работать не могут, потому что тяжело. Ленивые люди. Природа такая ленивая. С такими людьми нужно действовать так. Нужно их пугать, запугивать. Если без надега, выгонять. Запугивать до тех пор, пока грань не наступит. Без надега или не без надега? Если не без надега, значит, это ленивые люди. Они всегда будут ленивыми, но это будут всегда как-то... Если они пойдут, то они будут как-то развиваться, развиваться. Ну, потихоньку лучше станут, и все блага от этого будет. А если видите, что без надега, выгоняйте. Итак, мы с вами разобрали четыре, да, типа отношений? Три. Пять, да? Первый тип – это любовь с теми, кто беззаветно предан и ответственен, с развитыми людьми. Это верхушка управления в коллективе, это соратники, те, которые вместе с вами управляют. Это всегда лидеры, старшие люди. Дальше. Отношения деловые, на определенной дистанции, в которых нет близких отношений. Но это тоже с лидерами, которые способны выработать ответственность. Вы их не подпускаете к себе, потому что знаете, что если подпустите, то они начнут вас эксплуатировать, потому что у них еще ответственности нет. Она просто возможна вырабатываться, может выработаться со временем. Третий тип отношений – нейтральные. Это отношения, в которых вы строите с теми людьми, которые не могут развиться, как ответственные люди. Но они при этом должны работать все равно. Это низкооплачиваемый обычно, тяжелый труд. Люди, которые занимаются тяжелым трудом, низкооплачиваемым. Но им надо тоже как-то жить. И вы строите с ними нейтральные отношения. Просто они работают, получают деньги. Не надо их как бы призывать, сильно уж очень призывать к ответственности. Они не смогут никогда быть ответственностью. Не хватает для этого разума. И есть третья категория людей. Это четвертая – это вредители. Те, которые совершают зло осознанно и неосознанно. Два типа. Их всех надо наказывать, но по-разному. Те, кто осознанно совершают зло, их надо немедленно наказывать, строго выгонять. Те, кто не осознанно, их надо воспитывать, но тоже строго. Или с учетом, что можно выгнать или нет. Я ответил на Ваши вопросы. Спасибо. И во всех этих четырех категориях существуют старшие, равные и младшие. Так же надо тоже. Это целая большая тема. Все у нас уже. Объявление еще сейчас. Если я должен сделать объявление, это для Вас все. Это тоже для Вас. Завтра, 14 марта, состоится лекция одного негодяя, который делает умный вид. Прямо перед Вами. Называется «Воспитание детей». Если Вы хотите Ему помочь развиваться, дать Ему свою милость, приходите. Дальше. 31 марта и я 1 апреля. У меня есть наставник. Один из наставников, который тоже читает лекции. Очень возвышенный человек. Он руководит монастырем в Едическом под Москвой. Его зовут Олег Сунцов. Поделится с Вами знаниями о том, как жить своей жизнью. Счастливым быть самим собой. Этот человек знает о том, о чем он говорит. 2 лекция. 2 апреля опять этот мошенник приедет в Москву. Будет лекция. Но тема пока непонятна. Не знаю, что буду читать. 14-15 апреля. Очень хороший молодой человек. Он у меня учится. Живет тоже в Ашраме. То есть он женат человек. Проведет интересный семинар. «Сильнее смерти». Приходите. Хороший парень. Хорошо ведет. Очень понравится. Будете довольны. 14-15 апреля. 23-24 мая пройдет тренинг Олег Гадецкого. Это мой соратник, друг, с которым много лет знаком. Закон о гармонии и успехах. Очень хороший человек. Очень много сделал для нас, для этой страны. Все подробности на сайте Центра психологии Ирины Медведевой. А вот еще один молодой человек. Тоже хороший. Не просто хороший, а он долгое время жил в Ашраме. И очень талантливый педагог. Я его всегда сильно уважал. Он проведет персональный тренинг. Как все успеть, не сойти с ума. Вы, кстати, в прошлый раз его рекламировали. Кто приходил на его? Тренинг проводится в форме серии индивидуальных консультаций. Цель тренинга – повышение личностной продуктивности и самой мотивации. Я не занимаюсь этим. Поэтому другой вид развития. Пожалуйста, приходите. Он тоже изучает веды и вам даст в хорошем ключе. Все подробные сайте Ирины Медведевой. Еще что-то я не объявил? Все объявил. Все, теперь на две категории. Одни, кто еще не может, все подходят ко мне спрашивать. А кто уже чувствует, что может, к моим друзьям. Нам нужно развивать бизнес благости. Нужно, чтобы мы были вместе. Пожалуйста, подойдите к ним. Поговорите с ними о том, что вы делаете. Подружитесь, пообщайтесь. Может быть, так случится, что...